Девушки отдыхают Всем здравия! С вами Народная Славянская Радио, Алексей Орлов. Сегодня у нас по одному из современных календарей 14 февраля 2017 года, вторник, по одному из старинных, 25-й день месяца веку стужа, 7525 лета, пятница. Мы начинаем живой эфир, который будет посвящен теме «Жемчужное царство, утраченная цивилизация». И автор-сказитель у нас сегодня Дмитрий Ефремов. Здравия тебе, Дмитрий! Здравствуйте всем! Пожалуйста, немножечко о себе расскажи, кто ты, чем занимаешься, и почему было принято решение заняться вот этой темой, вернее, не просто заняться, а ещё её и вынести на обсуждение, на рассказ на Народном Славянском Радио. Я учитель рисования, черчения и труда по образованию и по профессии. Учился я в Хабаровском государственном педагогическом институте. После этого я работал в школе, сначала в Горняцком посёлке на Дальнем Востоке, потом в Казачьем селе, которое называлось Толбовое, это на границе с Китаем. Ну а потом, в 95-м году, как и многих дальнеосточников, меня ветром занесло в Подмосковье. И вот я сейчас живу и работаю в Дубне. 15 лет я здесь отработал в школе учителем, но последние два года уже учителем не работаю, потому что черчение упразднили, а рисование пришлось отдать молодому специалисту. Но меня это сильно не волнует, вернее, я сильно не переживаю на эту тему, хотя зачерчение, конечно же, жалко. Жизнь таким образом у меня устроилась, что я одновременно живу в двух городах, в Дубне и в Кимрах. Кимра — это Тверская область. Вот там, в Кимрах, я, может быть, даже чудесным образом столкнулся с необычным явлением — это кимрские художники. И там меня вдруг осенило, что я по образованию ещё и художник. И так вот на волне этого знакомства и на фоне невероятного архитектурного многообразия, в том числе и знаменитого киморского модерна, я стал пейзажистом, художником. Однако сегодня меня тут представляют как автора, как писателя, поэтому нужно сказать, что литературной деятельностью я занялся именно тогда, когда приехал сюда. Наверное, ностальгия, наверное, взгляд издалека на то, что меня окружало. Конечно, Дальний Восток не потерян был для меня, я каждый год туда приезжал, к родителям, к родственникам, друзьям, но постепенно вырисовывались контуры такого очень значимого, очень дорогого, близкого для меня мира. И в первую очередь мне захотелось рассказать о людях, с которыми я жил, работал, это вот казачья станица столбовая, те люди, предки, вернее, ну да, потомки казаков. И вот о них я стал писать. Сначала небольшие рассказы, потом повести, потом стал публиковать их, сначала за свой счет, потом в издательствах московских. И постепенно вдруг меня осенило, что тема казачества, это были 90-е годы, до конца не раскрыта. Вероятно, она уже была к тому времени раскрыта, но коммуникации, вот эта информативность еще не отвечала тем возможностям, которые есть у нас сегодня. И испытывая такой голод, я начал сам для себя изучать эту тему. В то же время я узнал, что предки мои по отцовской линии тоже казаки по происхождению. Сама фамилия Ефремова, она тоже такая казачья. Вот это меня несколько мобилизовало. И постепенно я углубился вот в эту историю. И переболел, надо сказать, разными болезнями, начиная от казаковильства, кончая русофобством. Вот и это было. На самом деле это все болезни роста. И по мере углубления в тему, я вдруг понял, что наши корни несоизмеримо древние, чем то, о чем нам учили в школе, или в институте, или где еще либо. И вот здесь возникло лично мое чувство собственного достоинства. Конечно, оно возникало на волне конфронтации, непонимания. Со всем, что меня окружало, что я слышал там. И вот так постепенно я вошел в эту тему, в тему древнейшей истории нашего народа. И неожиданно для себя я вдруг столкнулся с самой удивительной, и по сей день я считаю, что это самая удивительная тема, это тема Афени. Раскрыл ее впервые для меня некто Владимир Арестов. Лично с ним я, к сожалению, не знаком. Не удалось выйти на связь с ним. Знаю только, что это художник. И вот у Арестова вместе в творческом сотрудничестве с другими авторами, в том числе и с Деминым, вышла такая необычная книга, которая называется «Словарь Окской эзотерики». Но она может еще по-другому называться. Но вот мне она знакома вот в этом виде. И вот постепенно я стал соприкасаться вот с этим невидимым, волшебным миром Афени. Из чего, собственно, и возникла тема. И сначала это была небольшая книга, потом я случайно столкнулся с издателем Светланой Николаевной Удаловой, которая, можно сказать, очередной раз вдохновила меня. Это «Белые альвы» имеется в виду, да? Да, «Белые альвы». В то время я уже издал первый вариант книги, которая называлась «Забытая цивилизация». Она меня, конечно, очень сильно раскритиковала за это и было за что. В первую очередь за название, в вторую очередь за содержание, за структуру и так далее. Но, тем не менее, это все пошло впрок. И в конце концов, вместе с ней, в сотрудничестве с издательством, у нас вышла вот эта книга, которая называется «Древнейшая история Афении». Сегодня и сейчас готовится переиздание этой книги, поскольку она нашла большой отклик, понимание и, в общем, отзывы были самые-самые хорошие. Вот сейчас ждем второго издания. Но, по ходу дела, я работаю, вернее, работал над другой темой, которую тоже успел еще в 90-е годы издать под названием «Исчезнувший народ». Это небольшая повесть-эссе о Дальневостоке, вернее, об амурском казачестве. Но, на самом деле, это очень серьезная, на мой взгляд, даже трагическая тема. Но я ее раскрыл, как смог. Опять же, прошло время, я переосмыслил ее, и вот в прошлом году, вернее, даже вот это лето, опять же, в сотрудничестве с Светланой Николаевной Удаловой, нам удалось опубликовать книгу, которая называется «Амурские казаки». Вот если кому-то интересно, то прошу познакомиться. Получается, Светлана Николаевна, такая крестная мать, да, в твоем творчестве? Да, безусловно, безусловно. Ее грандиозный, колоссальный опыт, конечно, многих людей, из известных уже сейчас писателей, я в свое время поднял на ноги. Здесь надо и низко поклониться за такую открытую, добрую деятельность. Ну что ж, мы переходим, давай уже тогда, к самой теме. Жемчужное царство, утраченная цивилизация. По порядку, что есть, на твой взгляд, жемчужное, и почему царство? И потом уже будем думать, а почему же это все-таки утраченная цивилизация, и настолько ли она утрачена? Итак, жемчужное, да еще и царство. Что это такое? Ну, в одной из сказок, на самом деле, там некто Иван, его еще называют Третий Сын, или Трита, спускается в подземный мир по длинной веревке и преодолевает три царства. Серебряное, золотое, и последнее царство, жемчужное. И там сталкивается с Кащеем Бессмертным. Разумеется, когда я уже был в теме, я уже понял, что Каще и Жемчуг здесь очень тесно связаны, поскольку, благодаря вот этому эзотерическому словарю Арестова, мне было известно, что обменной монетой или расхожими деньгами являлся жемчуг, которого вот у нас на берегах Волгни, здесь в Окском краю, было очень много. То есть, это речной жемчуг, который собирали, над которым был строгий контроль, он использовался как монета. Ну, а в сказках это уже воплотилось в название «Жемчужное царство». Это никак не комментировалось, но, тем не менее, для меня это было понятно. И вот вполне резонно назвать вот это царство Афений жемчужным. А сами туда Афения, это кто? Ой, про Афения очень сложно сказать коротко, но коротко можно. Последнее упоминание об Афениях это, в общем, торговцы, лавочники, латошники, грубо говоря, корабейники, которые ходили по Руси и с рук продавали разные мелкие товары. Но на самом деле это такое расхожее, общепринятое мнение. Афения описаны дореволюционными писателями, историками. Я не буду и не смогу перечислять их имена. И одним из современных авторов, кто очень внимательно и серьезно, скрупулезно обратил внимание на этот народ, это был Шевцов. Его псевдоним Андреев и его книга называется «Мир тропы». Там он рассказывает непосредственно о мазыках, а мазыки это как бы закрытая каста среди Афении. То есть среди Афении тоже были очень сложные такие взаимоотношения между людьми и раскрыть их просто так я не смогу, наверное, если не будет наводящих вопросов. Но в общем Афении это древний народ, который проживает на берегах Волги. И вот здесь, конечно, очень много запутанности, очень много... Это очень многослойная с точки зрения времени тема. И если, допустим, мы говорим об Афениях на Волге, то кто-то скажет, что они пришли из Греции, потому что там была Афина, Паллада, и здесь можно ставить параллель некую. С другой стороны, следы Афении могут быть обнаружены в разных других регионах и не только России, но и всего мира. То есть это очень много свидетельствия. Ну, а на твой взгляд всё-таки Афения это что, коренной русский народ, ну, одна из, может быть, одной из племён русичей, которые вот так вот только занимались такой деятельностью, как ты говоришь, торговля, или всё-таки это пришлый какой-то народ, ну, как цыгане, к примеру? Может, на самом деле, откуда-то к нам пришли, или из Турции, или из Греции? На самом деле, люди мигрировали и в течение длительного времени, скажем, там, 20 или 10 тысяч лет, они могли туда и обратно ходить. И те Афении, которые пришли из Греции, в какое-то время пришли в Грецию, и в Грецию они могли прийти, скажем, в пятом, или четвёртом, или третьем тысячелетии до нашей эры. Но эти цифры, конечно же, условные. Так же, как и Арии в Индию могли прийти. И вот здесь определённо заявлять, что так это или не так, я думаю, не стоит. Но важно понимать, что в течение времени люди мигрировали и по разным причинам, обстоятельствам они могли прийти сначала в Грецию, потом из Греции. Но в то же время, приходя из Греции, они могли столкнуться со своими как бы предшественниками, которые не ушли, а остались. И представьте себе, что между ними уже происходила пропасть временная в два или в три тысячелетия. И между ними уже было очень слабое взаимопонимание. Вот один из таких примеров это Арии, которые пришли в Индию. И там они точно так же встретили тех пришельцев, которые пришли гораздо раньше Ариев. И уже между ними не было такого взаимопонимания. В то же время эти же Арии, которые были в Индии и оставившие ту же Веду знаменитую Ригведу и много других документов, упоминают, например, народ Пани, который живет на берегах Волги. И воспринимается этот народ Пани как демоны. Представляете себе? А ведь эти Пани как раз и были тем народом, из которого отпочковались Арии. Но движение в Индию у них было не сиюминутное, а длительное. И за это время произошла как бы ну не то чтобы метаморфоза, но они просто изменились и этнически изменились, и культурно изменились, пока двигались. И вот это происходит с любым народом. То есть Афени, которых видят как греков, это те же самые славянские Афени, которые пришли с берегов Волги. В то же время нужно сказать, что это те Афени, которые допустим углубляясь еще в более ранние времена, они могли называться как-то по-другому. И у меня лично как бы есть такое понимание, как они могли называться. Но вот тот период, который описывает Аристов, а он в принципе так сильно по временам не скован, то есть это большой период, он насчитывает наверное несколько десятков тысяч лет и там описывается время до потопа, который известен как потоп, который произошел десять тысяч лет и после потопа. То есть вот эти два периода они очень и очень разнятся, но в то же время в этих периодах очень много близкого. Вот такая немножко очень запутанная ситуация с этими Афенями. Ну запутан и запутан, в все случаи достаточно интересно, здесь надо учесть несколько наверное моментов. Первый, то что в древних писаниях, которые относятся к славяно-русским или славяно-арийским, там рассказывается о том, что было несколько походов в так называемую дровидию, то есть по современному в Индию, и они были в разные времена, там столетия разницы, несколько столетий разницы у них может быть. Поэтому естественно, что когда вторая волна приходила туда, то они встречали вроде бы своих родичей, но уже как-то вот ассимилированных к тем условиям проживания, может быть, более загоревших, потому что всё-таки живут под солнцем и постоянно солнце там уже светлый вроде человек, но загоревший, как вот, например, человек, приезжающий из северного моря к южному морю, вроде бы один тот же род, но там более смуглые. Если всё время жить у южного моря, то загар более постоянный становится. А если второй момент учесть, что по всем современным археологическим раскопкам никакой Древней Греции и в Памине не существовало, там не найдено ничего древности напоминающее про Древнюю Грецию, там всё славянское, то, в общем-то, тогда понятно, даже если пришли из Греции и в Грецию обратно ходили и ходили по всему миру, то, в общем-то, ничего там греческого в современном представлении современных греков и нету. Ну что ж, я прервал, хотел что-то дополнить. Да, это нормальное дополнение. Здесь есть несколько таких ключевых моментов и один из таких ключевых моментов, на которые в то же время как бы ссылается, от которого отталкивается Владимир Арестов, это катастрофа. И вот эта катастрофа, которая произошла на Земле, опять же, очень сложно говорить, какая по счету это была катастрофа, она вызвала сильнейшую мутацию, мутацию людей. И вот эта мутация заставила тех, кто сохранился еще в своем каком-то первозданном виде, объединить свои силы. А катастрофа сама по себе произошла на фоне разногласий. Ну, представьте себе некую Гиперборею, северное государство, и некое южное государство, противостоящее Атлантиде, допустим. И вот между этими Атлантами и Гипербореями существовало долго, долго, несколько тысяч лет противоречия. И в конечном итоге это вылилось все в катастрофу, войну. И вот эти противоречия, вот этот катаклизм, вот этот всеобщий катаклизм, он и является как бы основным в понимании того, откуда появились Афения. Афения сохранились. То есть, Афения это тот народ, которому удалось сохраниться в своем первичном, первичном генетическом или этническом виде. Это белая раса, которая не называла себя ни славянами, ни русскими, ни кем угодно. Мы не знаем, мы не помним, как они назывались, но как бы раздвигая ряд, можно использовать, допустим, знания Логинова, Дмитрия Логинова, который, опираясь на северную традицию, говорит о неких альвах. И вот эти альвы, они, по-моему, и явились как бы прародителями тех Афений, которые смогли сохраниться и закрепиться вот на этой северной территории, которая не вошла во влияние, в сферу влияния вот этого всеобщего катаклизма. Ну, в деталях это, значит, некий бальзам, который использовали для строительства грандиозных циклопических сооружений, но это как бы еще неизвестно точно, как это все выглядело, но этот бальзам вышел из хранилищ, и вот обладая радиацией, этот бальзам стал наносить генетический ущерб всем людям на земле. И вот сохранившаяся раса, как раз на Волге, она постепенно как бы стала просвещать и просветлять тех людей, которые попали под действие этого солнечного бальзама, вернее, не солнечного, а вот этого бальзама. Эти люди, они, по сути дела, одичали, это были дикие народы, которые долгое время в такой периферии окружали Афени, и чтобы сохраниться самим, Афени вынуждены были жертвовать собой и как бы просветлять. Это очень сложная и длительная технология была, и вот постепенно, постепенно это кольцо просветления все расширялось и расширялось и расширялось. А по закону вот этого взаимопроникновения мы знаем, что отдавая свое, мы воспринимаем что-то чужое. То есть постепенно мир деградировал. Опять же, деградация это такое условное понимание, но тем не менее во всех людях сегодня присутствует нечто от Афени или Альвов в то же самое время самый чистый Альв наверное содержит в себе клетки каких-нибудь темных народов. Вот это сегодняшняя картина. И вот эти противоречия о которых пишет Аристов оно не то чтобы на пустом месте возникало, на самом деле это было очень серьезное противоречие. Вот те же конструкции о которых мы очень много знаем они имели разные значения. Например для Альвов или для Афений это в основе мировосприятия лежал незримый свет и его проявления в иерархии природной стихии. Были стихии первого уровня это огонь, вода, земля и воздух. Они служили для произрастания стихий второго уровня растительного, животного мира и человека. А человек в свою очередь нес в себе третичный свет, который служил основой для стихий третьего уровня мысли, сознания, которые переходили в разум и свет. То есть это очень сложная для нашего современного понимания вот такая иерархия восхождения, но тем не менее она на тот момент могла быть реальностью только в рамках вот этой северной традиции. В свою очередь сравнительно если сравнить что было у южных их соседей, которые мы называем атлантами, здесь все было совсем по-другому. Все сводилось к признанию отдельной стихии огня, вода, земли и воздуха и с возвышающимся над ним вершиной человеком творцом. И ему позволялось путем генетического вмешательства творить совершенных животных, людей с разумом, силой животной. То есть здесь сразу же множество мифологических разных героев всплывает, ну не героев, а образов таких как Тифон там. То есть на самом деле здесь только войди в эту тему. Но мы видим вот эти противоречия и постепенно они вылились в такую может быть термоядерную войну, я не знаю, трудно об этом сказать, потому что на земле было наверное очень много разных войн. И вот после вот этих противоречий, после катастрофы, которые описываются во многих традициях мифологических, вот эти афени как раз и взяли на себя миссию. То есть они осознанно, сознательно стали просветлять мир. Каким образом это происходило? Ну, например, рядом с афенями проживало некое племя, дикое, которое не знало, что такое экзогамя. Экзогамя это когда муж любит свою жену, и больше у жены нету никаких мужчин, а у мужчин нету никаких женщин. Но в результате этого брака рождаются нормальные, здоровые дети. В свое время в диком племени у мужчины может быть несколько женщин. И вот это перемешивание создает совершенно грязный тип человека. Но я не побоюсь использовать это слово, поскольку это уже будет нечистый человек. А для афени было очень важно, чтобы человек был чистым. Для чего нужна была чистота? Эта чистота духовная, физическая нужна была для продвижения, для духовного продвижения. И генетически, формируя вот этого чистого человека из каждого поколения, из поколения в поколение, мужчины и женщины всякий раз подбирали все более качественно супруга или супругу. Этим занималась особая каста чародеев. это на самом деле очень сложная и закрытая тема для других народов была, поскольку на самом деле продвигаясь по этому восхождению, человек приобретал могущество, он становился в нашем понимании богом, что ли, я не знаю, как это выразить. И вот с этой божественной чистотой, с этой божественной силой люди уходили в эти дикие темные народы и их называли ариями. Кстати, арии, исходя из этого словаря, который предлагает аристов, это человек, который идет по так называемой стыне, то есть пустыня, пустые, выжженные вот этим огнем бога-ра, отсюда слово Сахара, да, и те люди, которые встречают арии, они попадают под его влияние. Естественно, арии не был один, он был в сопровождении целого войска, например, Рама в свое время тоже создал целое войско и с этим войском двинулся на Индию, но это уже были поздние времена, если сравнивать это время, скажем, с посткатастрофой или с той катастрофой, которая была еще до ней, то есть это было постоянно, это было всегда, но вот эти временные слоя, они уже перепутываются и не дают исследователям как бы синхронизировать эти события и этот народ. Ну, примерно вот так все происходило. И вот тут мы можем плавненько перейти уже к моменту все-таки жемчужного царства, утраченной цивилизации. Дело в том, что в анонсе ты указал, что вы узнаете много интересного о древнейшей культуре, единящей многие народы и континенты. если мы говорим просто про разные народы, не употребляя слово континенты, то здесь можно воспринимать все, ну, как, например, в одном народе, есть какие-то рода, например, и так далее. А тут континенты, ты довольно так широко уже раздвинул рамки нашего воображения. Что же нас единит и какие народы в этом случае ты имеешь в виду? Ну вот, что происходило, вот, допустим, вот мы представляем себе некое вот это вот жемчужное царство, оно делилось на несколько уровней. Первоначальный уровень это были кущи, и в этих кущах или родах несколько поколений жили какие-то вот такие вот дикие племена, которые постепенно продвигались вверх, потом они переходили уже в селище. Несколько поколений человек проживал в селищах, переходил в Гордар, отсюда слово город, да, вот, и из Гордара уже такой более просветленный на каком-то десятом поколении человек направлялся в Аркаимы. Вот один из Аркаимов, он найден на Урале, хотя таких Аркаимов на земле предостаточно, мне, например, известно несколько, четыре, вот, их, конечно же, значительно больше. И вот в этих Аркаимах уже формировался особый человек, этих людей назвали РУС. РУС могла быть и женщина, мог быть и мужчина. И вот достигая определенного наивысшего духовного развития, РУС уже, можно сказать, становился, ну, скажем так, просветленным человеком, хотя слово, может быть, даже и не соответствует вот этому высочайшему уровню. и вот эти РУСы уходили в дальние страны и там создавали вот эти вот государства. РУС на самом деле такая вот, многие земли в свое время называли Русью, вот, пойти по Руси это дословно пойти по земле, вот. О РУСах очень много говорится, но все воспринимают их только с точки зрения вот сегодняшних русских людей. На самом деле, ну, возьмите даже слово имя, допустим, Роджер, да, вот это, он же Рузиера, он же Русарио, да, а ведь Роджер это, или Родзер это тот всадник с копьем, который побеждает того же змея, да, на европейских картинах. Роджер очень часто изображается. Вот. То есть слово РУС, оно такое, знаете, ну, многоплановое на самом деле. Конечно, вот, без таких определенных доказательств, без доводов говорить о том, что РУСы действительно покорили весь мир, очень сложно. Да, они, собственно говоря, не покоряли его, они проникали в этот мир и как бы растворяли темный этот мир своим внутренним светом. Вот, возьмите слово английское Russian, да, это РА-ШИН, то есть РА-СЫН, арабское РУ-СИН, РУ-СЫН, да, то есть сын бога РА, грубо говоря, да, и вот эти сыны РА, они как раз и содержали в себе некий вот этот божественный свет, вот, допустим, название слова Россия, РА-СЕЯ, откуда оно взялось? А у Арестова определенно говорится, что вот на Волге, на территории, где проживали Афени, были особые конструкции, их назвали ГА-РА, ГА-РА, то есть ГА-это богиня или бог, А РА-это солнце, да, вот такие вот святилища, они имели форму трехранных пирамид, вот, и в особое состояние погоды на них опускалась энергия, которую назвали СЕЯ, вот СЕЯ это одно из слов, которое показывает суть вот этой энергии, мужское семя, СЕЯ еще его называют, это тоже энергия, которая через сознание, через разные оболочки, духовные, ментальные, оно проникает в физическое тело и изливается уже в плод, то есть мы, как люди, несем в себе некий солнечный свет, но опять же, он не солнечный, по большому счету это всеобъемлющий свет, вот, и вот те русы, о которых я говорю, они были как раз и носителями этого света, вот, и, конечно, там была очень сложная технология просветления, продвижения, вот, закон продвижения генетического, он назывался СЕДЬМА, то есть некие родовые документы, они изготавливались из глины, иногда из камня, в виде такой плоской лепешки, и на них наносились особые знаки, меты, и вот эти вот лепешки, они назывались СЕДЬМА, передавались по наследству, и, рождаясь, человек получал особый родовой документ, в этот документ заносились данные о предках, о том, кто были бабушка, прабабушка, и так далее, это очень сложная технология была, но она позволяла именно как раз совершенствовать генотип человека, а для чего его совершенствовать, а для того, чтобы контактировать с невидимым миром энергии, а на самом деле контактировать с ними нам сегодня очень сложно, потому что мы все обременены грязью, обременены грязью этого мира, там, родовой, наследственностью, там, пороками всевозможными, и когда мы проникаем в этот тонкий невидимый мир, нам почему-то приходится сталкиваться не со светом, а с разными нечистями, в виде ляр всевозможных, там, мафлоков и так далее, вот, и вот Афене или Альвы, они это прекрасно знали и понимали, и поэтому человека готовили для продвижения и вхождения вот в этот тонкий мир энергии, мир белого света, солнечного света, Ра-Сей, или Сей, Бога-Ра, и вот русы как раз и являются вот этими носителями, на самом деле пантеон вот этих вот просветленных людей, он был ограничивался не только русами, там и данки были так называемые, и мы сразу вспоминаем вот у Горького рассказа о Рухе из Рыгии, где некто данка вырвал из груди сердце и как факелом осветил для людей выход из леса, на самом деле это как раз легенда очень красочно показывает суть и основу вот этой нравственности Афении и среди них вот этих данков и русов, которые являлись первопроходцами и лидерами, вот скажем в Европе есть поклонение богине Дану, да, и если мы не знаем что были данки, то будем придумывать что Дану прилетела там из космоса, например, да, а когда мы знаем о данках, то сразу возникает понимание, что богиня Дану это как раз та данка, которая пришла, скажем, в север Англии или в Шотландию или в Ирландию и там вокруг неё сформировалось некое учение духовное. Дмитрий, но всё-таки здесь не так далеко те ушли, как бы сказал, что они сейчас напридумывали, всё-таки боги многие с космоса приходят, так что вполне нормальная теория. Дело в том, что космос мы воспринимаем как какие-то звёзды, а с точки зрения допустим северной традиции и Альвов космос рядом с человеком, он в нём самом, поскольку вот точка Альва, о которой сейчас уже многие знают, это некое древо миров или мировое древо, о нём очень много говорится и пишется, и вот на самом деле это как раз и есть афенская тема, поскольку просветлённые русы и данки они могли и обязаны были посещать так называемую зону креста, то есть обладая уже вот этой божественной силой и божественным светом, они соприкасались вот с этим невидимым миром, то есть входили вот в эту Альву и уже благодаря они могли уходить в самый дальний космос, причём моментально. Вот эта северная традиция, которую пишет Логинов, Дмитрий Логинов, она очень хорошо подробно описывает всё это, но там об Афенях ничего не написано, в то время как я, допустим, очень хорошо просвеживаю связь между Альвами, допустим, которых можно назвать и Альбы, или Албаны, или Альбены, или Алфены, то есть вот эта вот как бы вот такая вот цепочка перехода одного слова в другое для меня достаточно прозрачно и ясна, хотя для кого-то нужно более долгое объяснение, но для меня вот так вот, вот, и что говорить о разных богах, которые приходили, да, богам проще было сказать, я пришёл с неба, да, так как это, скажем, говорил Кицелькаат, да, так же он туда и ушёл, на самом деле Кицелькаат, на мой взгляд, точно так же один из пасынков вот этой афенской цивилизации, но более поздним своём проявлении, вот, а древность афене очень и очень, она не поддаётся на самом деле такому точному временному анализу, ну, скажем, мы знаем цивилизацию Индии и один из самых древних городов Индии, это, забыл, как его называют, ну, одно из его названий Бенарис, там сжигают трупы умерших, можете подсказать меня, вот, Варанаси, вот, Варанаси, и вот Варанаси, по мнению идейцев, это город, которому уже, там, 9 или 10 тысяч лет, в то же время Жарникова очень качественно, подробно объяснила и доказала, что древний Варанаси находился на месте Воронежа, и Воронеж в своём древнем названии это крепость Варанаш, и, может быть, этого было бы и недостаточно, но рядом с индейским Варанаси был город Хастинопур, в котором проживал блистающий и вечный Каши. Для меня понятно, что Каши, блистающий и вечный, это наш славянский русский Кашей, а рядом с городом Воронеж, недалеко, есть село Костёнки, и вот раскопки в Костёнках, а это тот же самый Хастинопур, показали, что там 50-60 тысяч лет цивилизации. Вот представьте себе, что в то время жил Кощей, вот именно 50-60 тысяч лет. Для нас образ Кощей это вообще что-то демоническое, что-то непонятное, а в афенской среде Кощей, или правильный, Кущей, это глава рода, глава всего вот этого афенского социума. Естественно, он не единственный, кто правил афенским обществом, поскольку у Афени был матриархат, и в основе афенского общества была и Макуша, а это же славянская Макошь. Представьте себе, что если бы мне не попалась, допустим, эта работа Арестова, то я бы и не знал, что Макуша это Макошь. И у Макоши есть очень много прототипов. Это и Аматерасу японская, это и Калташ Эквасибирская, и многие-многие другие. В Африке очень много у Макуши своих прототипов, но все они имеют змеиные атрибуты. Кстати, змеепоклонство это одно из основных таких вот мировоззрений религиозных в кавычках в Афенском царстве. И вообще змеепоклонство оно наиболее сложное и для понимания, и для звукования, но тем не менее это так. Если кому-то это интересно, то и Кицелькаатый змей, и Серапин змей, и Нюйва китайская змея, и Кикробс греческий змей, и Афиун. змеев много, да. Дмитрий, небольшое уточнение от себя. Вот когда мы говорили про Руссию, про Россию, то здесь надо отметить, что до сих пор слово Русь означает светлый. До сих пор сохранились упоминания поставить на Русь, то есть поставить на свет, пойти на Русь или выйти на Русь, то есть на свет. Есть слово помимо Русь есть ещё раса, когда добавляются буквы, то есть это означает белый. До сих пор в латинице и в международном языке есть упоминания, что такое раса, это как раз белый, чистый, непорочный. поэтому упоминаний очень много об этом и надо понимать. А по поводу Кущей или Кащея, на мой взгляд, всё-таки здесь надо понимать, что несмотря на то, что некоторые буквы гласные и согласные меняют друг друга, но здесь надо понимать, что Кащея и Кущей, они изначально это два разных персонажа, два разных обозначения. Кущей это что Куща, то есть некое что-то совместно проживающее, где есть какое-то начало соединяющее, что-то объединяющее, ну типа как родовое дерево или куст какой-то. А Кащея это всё-таки от слова Кош, то есть накопитель. Это тот, который накапливает всё и он не остановится ни перед чем, лишь бы только чем завладеть. Поэтому Кущей и Кащея на мой взгляд разные вещи и не зря сохранилось. Там царь Кащей над зла там чахнет, то есть это тот, кто именно всё набирает и тот, кто не согласен ему отдать, он просто тех уничтожает. Ну так, как реплика. Ну я дополню вас, поскольку вы и правы, и не правы. Правы в том, что это два разных понятия Кущей и Кащей. А почему разные? Потому что в славянском представлении Кащей это уже та личность, которая деградировала, которая прошла несколько десятков тысяч лет и изменилась. Она могла измениться в силу разных обстоятельств, в том числе и соприкасаясь вот с этими тёмными народами. То есть представьте себе, что некий чистый Кущей, обладая первичными качествами просветления, столкнулся с некой дикой средой и его предки, обладая этим названием Кущея, уже, ну как бы, стали более алчными, более мелкими, ничтожными, хотя эта ничтожность всё равно обладала большой силой. То есть и вот на этом фоне мы уже видим вот эту славянскую знаменитую интерпретацию и всю эту сказочную традицию, в которой обладая вот этой феноменальной фантастической силой, Кощей уже не является вот таким вот подвижником, духовным просветителем, духовным, что ли, пастырем людей, а это такая вот алчная личность. Но тем не менее исток этого Кощея это всё-таки Кущей, вот первоначально. Кстати, у Арестова оно звучит именно как Кущей. Что касается вот древности самого русского народа, то мне вот интересно и многим, наверное, интересна работа Арбини, его историография, где он говорит, что русский народ является самым древним на земле народом, от которого произошли все остальные народы. И вот конечно же здесь упоминается и Греция, и Македония, и Чехия, и Польша, и Балтийские народы, и Италия, и многие другие, и Африка, и Персия, и Египет. То есть сразу, конечно, на ум приходят вот те русские люди, предками которых мы являемся. На самом деле предками русских людей как раз являются вот эти русы, которые организовывали вокруг себя некое ядро. Это ядро в какой-то момент стало костенеть, стало там более приземленным, более материальным, и оно становилось уже правообладающим на царствование, поэтому русов называли царями. Вот, допустим, в арабских хрониках есть такое название, такая, исторический труд «История пророков и царей». И вот там описывается те русы, о которых, собственно говоря, и речь. Ар-русул, так называемые. И вот эти ар-русул, арии русы, они постепенно стали как бы деградировать, наверное, что, в принципе, естественно, во времени. Опять же, слово условно, деградация. И уже воспринимались как обычные люди, но с правом царского наследия. Они вешали на голову, вернее, одевали короны, хотя в первичном варианте, наверняка, их голову окружала светоносная аура. И эту ауру, наверное, было видно с большого расстояния. Недаром вельможи красили волосы в белый цвет. Наверное, это не случайно. Вот. Вот я сейчас на память попробую прочитать одно из речений. Я прибыл в Москву, обычно называемую Россией. Хотя я плохой грамматик, но имею некоторое познание в греческом, я использую сходство языков, достиг за короткое время понимания, свободного использования в разговорной речи их славянский, а правильно было бы сказать, афейнский или славянский язык, самый обильный, изысканный язык в мире. С небольшими сокращениями он близок к польскому, литовскому, Трансильвании он также может быть использован, служить в Турции, Персии, даже в известных ныне частях Индии. Вот представляете, что мы видим, да? А говорил это Джером Гарсей, который возглавлял московскую контору русского общества английских купцов. Это 1580 год. И вот здесь афейнский и славянский они как бы ставятся в одну строчку. Но он говорит о России. То есть мы живем на земле, которая правоприемник вот этого древнего афейнского царства. Мы его можем назвать жемчужным царством. И вот что самое важное для меня было, это понять, как возникли сами славяне. Вот эти славяне это как раз результат просветления их афенями. То есть славяне это некие дикие народы, но опять же условно в кавычках дикие. Это одичавшие в свое время до потопа или до какого-то катаклизма. Это были нормальные люди, которые жили по определенным заповедям, нравственным и так далее. Но попав под влияние вот этого бальзама или же под ядерные взрывы. Я не знаю, что это могло быть. Сейчас очень сложно об этом говорить. Они одичали, они стали дикими. И вот афене их просветляли. И вот это периферийное кольцо, которое окружало афеней, оно и оказалось славянским. И мы видим, что всю Волжскую вот эту равнину, место, на котором Подмосковье, Владимирская область, многие другие области и губернии России, они населены славянами, которые жили здесь с древности. И эти земли славянские, они являлись всегда некой террой инкогнито для всего остального народа. Почему? Потому что афене очень яростно, очень жестко охраняли свою альма-матра, свою землю. Но сами уходили на эту периферию и просветляли ее. Таким образом они сохраняли свою самоидентичность. Но конечно со временем они постепенно полностью растворились и в славянской среде, и в любой другой среде, но все равно остались какие-то свидетельства, которые говорят о том, что афене все-таки как народ были. Вот такая вот когда ты сказал, что полудикие люди, мне сразу высказание одного известного человека в России как минимум очень высокопоставлено в определенных кругах вспоминается. А кто такие были славяне? Да варвары, люди второго сорта, почти зверь говорящий, барбара говорящий на непонятном языке. Как это вспоминается, когда ты это сказал? Но опять же, это же передергивание, если мы говорим о каком-то доисторическом периоде, который является уже неисторическим, то есть он не описывается в хрониках, он вообще не рассматривается историками. Его можно только обнаружить в сказках, его можно обнаружить только в мифах. И вот там действительно русы создавали вот этот славянский мир. А само слово славяне, оно же образовано именно от слова афене. Вот допустим возьмем обыкновенное слово, имя Степан, ведь корень пан, он говорит о том, что Степан это царь, потому что паны, панурги это все цари. Понимаете, да? А когда мы знаем, что такое беглость и согласных, и гласных, то мы видим, что Степан это эстебан по-испански, то есть уже бан, или штефан польская, то есть уже фан, или стивен, вен, отсюда венеды, славяне и так далее. То есть вот эта вот такая цепочка, где слово меняется, искажается, она на самом деле является результатом некой чарамути, о которой в свое время писал, опять выскочило имя знаменитого нашего филолога, который был одноклассником Гоголя, но может вспомню, скажу. И вот эта чарамути, она как бы скрывает суть слов, суть названий, от обыкновенного, ну, непросветленного сознания человека. Но возвращаясь вот к тому, откуда произошли славяне как раз, это те же самые афене, но уже как бы в своем как бы измененном виде. То есть они становились уже афенскими племенами, но назывались уже именно славянами. В свою очередь арестов дает очень интересное, необычное, вообще оригинальное объяснение, как появилось слово славянин. То есть у афеней была некая традиция, когда враг приходил на их землю, они собирались родом, кущей, или селищем, или гордаром целым, женщины отделялись в особое место, а мужчины отдельно от них. И вот они встречали врага вибрации. А вибрации вообще известны много. Вибрацию использовали так называемые паны Греции, мы знаем, пан, это тот, который приличал своим особым голосом. Вибрации владели тибетские, буддийские монахи, напускавшие страх на своих врагов, даже кшатри использовали вибрацию звука. И вот эта вибрация на вдохе, например, когда мужское население произносило слово зла, оно вызывало ответную реакцию у женщин, которые, или наоборот, женщины произносили слово зла, вызывая особые вибрации в теле мужчины. А мужчины в свою очередь на вдохе произносили, скажем, слово вянь, что значит смерть. За вянь, да, это значит умри. И вот эти вибрации, совмещенные вместе, они производили на врага ужас, и враг сразу впускался в бегство, то есть зла вянь. И вот эта зла вянь постепенно в сознании у этих пришлых, их назвали сведами, те, которые разведывали и воровали женщин. На самом деле их именно женщины и интересовали, поскольку благодаря женщинам можно было просветлять, можно улучшать свой род, чем, впрочем, и занимаются сейчас воруя женщин. Все рабские рынки, они по сей день наполнены русскими людьми, и мы это прекрасно знаем. Кстати, одним из рабов была мать Леонардо да Винчи, кубанская казачка, но во всяком случае итальянский следователь, один из итальянских следователей об этом и пишет. Ну вот это зловяне, оно как раз и сформировалось в сознании этих диких народов как славяне. То есть славяне это имя нарицательное, но постепенно оно стало именем собственным, и славяне сами с гордостью стали себя так называть. Но это опять же версия, и она кстати не отрицает и не исключает того, что мы стали владельцами слова. То есть на фоне той деградации, генетической деградации, когда люди теряли дар речи, теряли любой дар человеческий, афене его сохраняли. И конечно же слово как вибрация, как источник светимости, оно было одним из самых сильнейших оружий для афеней, в том числе и славян, которые с гордостью себя называли сынами слова, например. Но я опять же образно говорю. Поэтому это не исключает. Но опять же расширяет мое личное понимание того, кто такие славяне, почему они себя так называют. Кстати, вот Ибн Фадлан, который посетил Волжскую Булгарию, он определенно говорит, что булгары это славяне и отделяет их от тех русов, которые пришли на Волгу и там хоронили своего князя руса. То есть во времена Фадлана русы еще были, но это уже были как бы отпочкованные русские дружины, которые сравнивать с теми русами, о которых пишет Арестов, может только условно на самом деле. Но традиция все-таки была еще та, когда они ходили по Руси, как по своей земле. Они уже встречали людей, которые гордо носили голову, которые обладали определенной силой, знаниями. то есть это были уже конкурирующие рады. И русы были конкурентами для них, естественно. Итак, получается, что в этом случае те, кто выжили после этого катаклизма, если подводить итог промежуточный, это были как раз Афени. И они потом находились в большей части где-то на берегах Волги. Но поскольку ты сказал, что разные континенты здесь между собой связаны, в этом случае значит где-то они находились помимо Волжских берегов. Иначе тогда какая целостность и общность может быть в древних цивилизациях? Вот как раз целостность она и возникает на фоне миграции этих русов. Эту миграцию можно назвать арийской миграцией и походы в Индию они наиболее известны. Кстати вот если проводить параллель а для меня она очевидна между афенями и альвами то вот эта белая цивилизация севера Африки она на самом деле вполне очень хорошо видна поскольку вот эти люди которых называют ливийцы например или берберы или амазахи это как раз те самые афене но пришедшие в Африку 40 или 30 тысяч лет назад то есть очень давно в свое время в Африку пришли уже гораздо позже переселенцы из Крита и они тоже были пасынками афене но это уже были славяне то есть а славянины или обофенины люди которые ну конечно же помнили о своих божественных предках но уже имели некий другой пантеон богов и они тоже были белыми и тоже были пришлыми в Африке то есть вот кстати слово Африка на мой взгляд вот мы видим Рика то есть Горда Рика Африка там еще много слов с окончанием Рика а Аф это что это Афене то есть афенская земля и в север Африки он явно афенский вот в пользу этого довода я могу сказать что одним из первопредков тех же ливийцев а это же Альвы перевертыш посмотрите Альвы и Левы да вот то есть это обычная черамы вот и вот одним из первопредков этих ливийцев является Гараман некто Гараман вот и опять же это имя ну оно в мифологии раскрывается что Гараман был там сыном Аполлона и так далее но откуда прилетал Аполлон Аполлон прилетал из Гипербореи а Гарамана описывают в своем эзотерическом словаре Аристов Гараман это ну правая рука кущея вот представляете себе какие знания да и все становится на свои места то есть предок ливийцев или предок этих амазахов это Альфинянин или Альф точнее сказать но опять же Альфа это тоже нарицательное имя потому что в латыни оно обозначает белый свет то есть опять же мы видим русов но не народ русов а русов как людей как особую касту которые внедрялись просачивались растворялись в этой дикой среде и делали ее благодаря своему света светлой мы все собственно говоря и просветленные благодаря этим русам как они могли выглядеть это уже другой вопрос ну наверное это были великолепные лиса которых можно хорошо узнать там из греческой архитектуры вернее скульптуры там же очень хорошо изображается и Афина Паллада Афеня да кстати вот Афина Паллада да ведь ее одно из имен это Парфена да а храм в котором она находится это Парфенон да и панафинейское жествие знаменитое вот куда несут вот эти греки свои подношения да это подношение неким богам я в институте никак не мог понять что это за боги и спрашивал преподавателя что это за боги она не могла сказать что это паны что это паны пани Афени представляете себе все насколько просто вот это панафинейское панафинейское шествие это шествие Афеня и богиня Альбани да Афина она же и Альбани то есть она Албанка по сути а Албанка она же и Альвийка вот так получается а Альвы жили на севере то есть это как раз тот народ который образно накрывала вот это вот огромная пирамида Меру храм Альвы которые могли перемещаться в мгновение ока по этому древу древу миров которая называлась Альва на самом деле вот это сложнейшая для нашего сегодняшнего понимания традиция она конечно же за рамками и воображения и наших возможностей тем более но тем не менее есть люди которые вот этой традицией еще обладают я предлагаю сейчас сделать небольшую отбивочку час у нас прошел и потом переходить к вопросам которые наши радиослушатели в чате народно-славянское радио ставили хорошо вы слушаете народно-славянское радио продолжаем разговор продолжаем разговор на народно-славянском радио напоминаю что по одному из современных календарей 14 февраля 2017 года вторник по одному из сторонников 25 день месяца в юг стужи 7525 лет и пятница жемчужное царство утраченная цивилизация такова тема сегодняшнего нашего живого эфира автор соведущий автор сказитель Дмитрий Ефремов итак переходим ко второму блоку сегодняшней передачи ответы на вопросы которые в чате народно-славянского радио появились и не только здесь будут вопросы будут еще реплики на которые наверное Дмитрию если будет желание нужно будет отметить если ответить если не будет желания то эти реплики будем пропускать никто никого ничего здесь не заставляет отвечать нравится вопрос отвечаем не нравится идем дальше итак реплика эфира от Виталия из Эстонии казаки это военное сословие или все-таки это военный род это военное сословие очень уместная вот эта ремарка уместная поскольку именно казаки формировали вот это войско во главе которого шел Арий то есть Арий шел по стыне а люди которые его защищали которые создавали ему оплот это были казаки но назывались они конечно же по разному в разные времена например в Индии это были кшатрии да вот если мы посмотрим на это слово через призму Чарамоти то кшатрии это кастрии а мы знаем что вот уже в историческую обозримую эпоху и в Египте и в Шумере и в других государствах те же кастраты были лидерами целых войск и эта традиция она как раз и тянется от тех вот этих воев которых собирали в целое войско и уже пускали куда-то в дальний путь эти вои уже не возвращались обратно они как бы трансформировались со временем естественно для того чтобы войско пополнялось им подбирали женщины они рожали детей эти дети опять же становились вот в этих рамках этой военной касты поэтому казаки в первую очередь это каста но каста которая постепенно превратилась в народ несомненно сегодня мы можем говорить одновременно о казаках как и о народе и как о касте потому что со временем у этой касты появляются свои традиции свои особенности и этнические особенности в том числе поэтому это и народ это и каста и нельзя и не надо как бы морщиться извините за выражение если мы видим что казаки это кастраты грубо говоря на самом деле это очень древняя традиция и она когда-то прервалась именно поэтому скажем в кодексе у индийских радшпутов а это наследники кшатриев говорится что радшпут ни в коем случае не должен допустить кастрации то есть если бы этой темы не было то не было бы самого выражения то есть это все таки было и об этом тоже арестов упоминает в своем эзотерическом словаре как возникали эти особые формирования это уже другой вопрос на это я может быть отвечу в следующем своем выступлении когда буду говорить непосредственно о казахах но на вопрос я думаю я ответил тогда уточнение должно быть с моей стороны а народ в этом случае что это такое что это за составляющая нашей мировой действительности какие определяющие факторы дают понимать что это народ а не народность не племя и так далее что это и народ что определяет народ ну во первых у любого народа должен быть свой царь я в этом абсолютно уверен то есть свой лидер свой князь и так как у русских были князья эти князья были в любом племени но естественно они уже не обладали той княжеской скажем силой или властью какой обладали князья скажем у древних русов но наверное она была вот и в рамках вот этого народа и племени у этого князя в кавычках есть какие-то свои определенные и задачи и полномочия и возможности и вот чем шире и больше эти возможности тем сильнее и мощнее сам народ и вот скажем русский народ да или славянский народ вот кстати славяне они более сепаративные и их князья они не такие сильные ну в кавычках опять же не такие мощные не такие яркие как князья русов которые образовали в конечном итоге русское государство опять же эти князья русы они ну ну и жалкое подобие тех русов которые изначально там десятки тысяч лет расходились по всей земле я в этом абсолютно уверен но на самом деле раскрыть тему народа наверное это особая тема и я к ней прямо так 7 минут не готов что-то имеется ну и существует помимо всего хорошо допустим руководитель это допускается как без руководителя да кто-то и должен управлять но помимо всего должна быть какая-то еще связь на каких-то других уровнях ну например языковая связь культурная связь но на мой взгляд существует еще более важная связь которая не может просто отсутствовать у единого народа это генетическая или кровная связь если например мы соберем с всего мира разных людей разных национальностей им их научим говорить на одном языке научим их одной культуре воспитаем их в одной культуре и дадим им князя или царя какого-то руководителя генсека там например они что станут единым народом я думаю что нет здесь генетическая основа будет их разделять они не будут друг на друга похожи и народом в этом случае здесь их трудно будет назвать потому что в слове народ присутствует слово род народ подразумевает первый источник откуда вышли те люди которые в народе находятся если разные рода и очень далеко разные генетические то в этом случае на мой взгляд я могу ошибаться на мой взгляд они народом являться единым не могут ну здесь я нисколько не спорю с тобой но хочу дополнить вот что любой народ в своей целостности состоит как бы из трех сословий ну образно говоря из трех сословий это сословия тружеников сословия воинов и сословия духовных носителей жрецов в свою очередь вот эти жрецы они тоже как бы подразделяются вот скажем в Индии да есть брахманы есть еще забыл одно слово тоже подразделяются потом кастрии это кшатрии это воины да и все остальные сословия или касты они как бы составляют суть вот этого организма то есть некая иерархия должна присутствовать и она так как раз и собирает народ и язык является такой знаете причинно-следственной связью вот этого собирания ведь те племена которые мы называем славянскими они обладают очень большой близостью да вот исходя из языка да и в то же время в каждом из этих славянских языков есть свои особенности свои необычные детали о которых другие славянские племена даже не подозревают если допустим взять вот у меня лежит на полке казачий словарь словарь казачьих языков там столько слов незнакомых что мама не горюй и такие слова есть у любого славянского народа то есть это говорит о том что изначально вот эти роды или мелкие народы обладали какой-то своей самоидентичностью но под влиянием вот этой триединости под влиянием сословности они объединялись и превращались в единый народ вот благодаря этому русы или русские люди они обладают наибольшей целостностью и на мой взгляд это несомненно и является ну как бы в своем оформленном виде настоящим народом потому что они ну на сегодняшний день конечно это можно сказать только условно поскольку как народ Россия сейчас русские они сейчас претерпевают большую болезнь хотя и многие другие народы в той же самой степени деградации находятся но это отдельная история вот ну на мой взгляд язык он как бы вторичен не он объединяет людей объединяет их так называемые духовные законы вот этими духовными законами обладает высшее откуда они приходят это высшее может быть из гипербореи может быть из точки Айва может быть из космоса кому как удобно но они приносят их на землю и люди воспринимая эти законы видят как они продвигаются вверх как они улучшаются совершенствуются естественно они в силу своей предрасположенности объединяются и становятся целостным организмом живым целостным организмом вот так ну я немножко о другом говорил то что ты сказал все верно объединяет людей в первую очередь объединяет людей какие-то потребности потребности духовные самые высшие что может объединить потребности бытовые самые низшие там пожирать поспать да самое низшее что может объединить поэтому к чему люди стремятся то в конечном итоге получают то в сторону движется но я говорил про ту основу которую невозможно выдернуть из каждого из нас это родовая основа основа крови или генетика современным понятием вот если мы убираем понятие генетики то слово народ становится никчемное потому что слово род пропадает и сюда в этот народ можно приписать кого угодно притащить откуда угодно и у нас получится та самая знаменитая мультикультура которую очень долго здесь между нами засеивают Европа вся уже засеяна Америка уже понятно там уже погрязла там уже никто не знает откуда чего там полная толерастия во всех ее смыслах слова я-то говорил про другое что народ есть базис есть фундамент есть надстройка есть крыша есть внутреннее убранство вот духовность это целостность представления это традиции и так далее но если мы убираем фундамент то вся духовность она рушится вместе с всем строением дом он не может без фундамента стоять вот и о чем поэтому если мы говорим про народ мы должны учитывать ту базисную составляющую которая должна присутствовать это генетическая основа у китайцев ну там нехороший пример наверное у попуасов лучше в Новой Гвинеи одна генетическая основа это один род один народ у например пигмеев это другое у кого-нибудь там с Амазонии третье и так далее вот я к чему-то все долгое вступление то есть я нашу дискуссию вел к тому что был проведен неоднократно уже эксперимент когда начались разделения Советского Союза разделения через внутренние какие-то усобицы продолжения не начались а продолжения разделения в 90-е годы сильно это особенно активировались движения различные появились в том числе и казачество появилось как движение именно не просто казаки да а вот именно такое движение стало где вот мы там такие-таки это замечательно здорово потому что всегда нужно знать свои корни и так далее всегда за но когда это стало доходить уже до абсурда то некоторым ученым а ученые некоторые довольно простые ребята они говорят давайте мы генетический анализ сделаем и некоторые согласились то есть поехали на Дон поехали на Кубань взяли значит генетическую основу там по разным станицам поездили вот потом приехали например на север в Архангельскую область кто-то в Сибирь поехал взял кто-то там в районе Москвы в деревню куда-то Глухомань заехал ну и так далее взяли тоже генетическую основу из так называемой Руси русских людей ну и когда сравнили и показали ну у многих казаков волосы просто дыбом стали оказалось что у одного корня идут откуда-то из Поволжья у другого из Сибири у третьего из Архангельского четвертого вообще там откуда-то чуть ли там не из Турции вот в общем-то тогда те особо рьяные кто кричал что казаки это именно народ самостоятельный и мы должны отделиться и эти русские там вообще такие и так далее ну были такие разговоры сам бы ты знаешь что я тебе рассказываю вот то многие просто задумались о том что вообще происходит и куда их вообще ведут и тогда вот этот пыл стал немножечко убавляться я не знаю при помощи этих этих экспериментов это произошло или просто может быть вразумили что мы единые все и есть враги внешние которые как раз и сеют вот этот раздор среди нас может быть это повлияло может быть правильная политика партии да так скажем на это повлияло может быть боги каким-то образом вмешались может быть еще что-то но вот это сейчас потихонечку стала волна затухать и все сначала понимают что ребята нам ссориться нельзя мы должны сейчас жить дружно иначе нас поодиночке всех передушат какой бы ты ни был крутой но как в поговорке что лев там зайцев по одному долбит да а зайцы льва ну и так далее то есть поодиночке-то нас всех проще задушить и вот эти негодяи которые нас разделяли они специально вносили такие нотки разъединения вот я рад тому что с одной стороны русские люди всех родов начали задумываться о своей идентичности о своей значимости и так далее но с другой стороны вот это вот детские детская болезнь начинает проходить они понимают а корни-то у нас в общем-то скорее всего одинаковые и несмотря на то что диалекты если мы же говорим про словари могут как-то отличаться много своих слов но при этом кровушка-то у нас на 99% одна и та же течет и нам надо брат за брат держаться а не разбегаться по сторонам и ждать когда к нам придет богатый дяденька и грохнет здесь или скупит все так что вот этому я рад что с одной стороны было вот такое выдушевление самостийностью но слава богам оно прошло и теперь приходит время понимания да мы уникальны но при этом мы живем в братских условиях и друг друга должны любить и создавать единую большую державу где каждый вот ты сказал сословие где каждое сословие оно здесь больше чем к слову народ наверное подходит каждое сословие в этом народе вот наверное так более правильно сформулировать даже оно по своим обязанностям должно заниматься тем чем оно исторически занималось казаки это воины это охранники это рубежники это пограничные войска много там можно сказать такие были казаки много функций лежало есть веси то есть те которые производят хорошие прекрасные товары без которых казаки не обойдутся есть жрецы волхвы которые соблюдают ясу которые держат законы которые держат веду и так далее ну вот если все становится по своим местам то держава восстанавливается если же каждый тычется в свой угол то мы превращаем слепых котят которых просто топят по одиночке ну как и так самый банальный такой сепаратизм это болезнь роста на самом деле и через нее каждый человек должен пройти но не каждый проходит к сожалению ты знаешь это к сожалению заканчивается тем что неизбежно мы все умираем это сожаление уходит с тем человеком который это все делал другие-то за голову берутся так что те кто занимался глупостью в конце концов уходят вопрос что остается для других и какие выводы другие делают ну ладно идем давай дальше Виталий а то вопросы поступают мы с тобой как-то так заговорились вопрос эфир от Виталия из Эстонии что такое царство и цивилизация в вашем понимании и почему тема называется жемчужное царство утраченная цивилизация утраченная еще понимаю но жемчужная то есть три вопроса у нас что такое царство и цивилизация чем они отличаются ну цивилизация это греческое слово буквально означает привитое вот здесь очень четко прослеживается вот это тире параллель между функцией тех афеней которые прививали именно прививали вот эту генетическую духовную качественность тем диким народам которые окружали их и те греки о которых пишут историки они не могли не говорить о тех богах которые снисходили там в виде всем известных имен там Зевса Аполлона и так далее которые прививали их вот к этому единому древу то есть мелкие какие-то веточки или скажем возьмем какой-то ствол и на него прививали культурную почку и от этой почки росло уже культурное дерево которое давало ветка давала культурные плоды яблоки скажем и вот это слово цивилизация оно конечно же не одно и то же что и царство на мой взгляд слово царство и слово царь да они как бы синонимы происходят от древнего понятия Зарь а Зарь это тот человек у Афении который следил за за юношами Зарь могла быть и женщина и за девушками от первого до пятого или шестого поколения то есть Зарь буквально зрящий следящий и слово Зарь постепенно могло трансформироваться и превратиться в слово царь воцаряющийся то есть на мой взгляд это очень похоже но конечно же само слово царство оно присущее вот этой известной нам истории оно совсем не одно и то же что и функции некого Заря который следил за своими пасынками молодыми подрастающими людьми которых он учил в жизни за которыми он следил очень внимательно и зорко это слово Зарь запрещал им скажем внебрачную связь это каралось выше всего кстати внебрачная связь у Афени являлась самым страшным преступлением о чем как мне удивительно почему-то не сказал Жириновский говоря что надо будет судить за убийство там еще за что-то а почему-то не сказал ничего за изнасилование на самом деле изнасилование это причина всей деградации человечества ну изнасилование может и по собственной воле когда человек занимается проституцией там мужчина или женщина неважно то же самое я могу отнести и к многоженству собственно говоря это все источники деградации о которых мы даже не подозреваем и вот ну я немножко ушел в сторону Заря это как раз тот человек который следил и вот царство возникало на мой взгляд именно тогда когда среди народа возникал некий порядок этот порядок позволял людям скажем не запирать дома и об этом пишут пишут в мифологии этот порядок делал делал так что дети становились похожими на своих родителей а естественно этого может и не быть когда у ребенка несколько отцов или несколько матерей как может быть у ребенка несколько матерей да очень просто представим себе например некое пиро которое макается в несколько чернини с красную синюю зеленую собственно говоря лона женщина и обладает своим особым цветом ауральностью то есть аура обладает своим цветом И когда мы вынимаем из последней чернильницы своего первого, то какого цвета оно будет? Оно будет черного цвета. То есть ребенок изначально должен рождаться определенного цвета. И способом подбора, используя вот эти вот спектральные цвета, мы можем достичь последнего цвета, а им является белый. В то же самое время в белом цвете присутствуют все остальные цвета. То есть белый рус – это всеобъемлющий цвет. И рус обладал всем. Он всеми обладал качествами, всеми эмоциями обладал, всеми настройками обладал, мог проникать в любую душу, в любое чувство. То есть это, по сути дела, это было божественное качество. Но опять же это все условно. Мне очень трудно говорить конкретно, что такое рус. Ну, на мой взгляд, слово «царство» и слово «рус» – это вещи как бы синонимы, потому что царство как раз и возникало на основе влияния русов. То есть порядок русов, да, вот он породил царства различные. А потом уже, когда, если мы вспомним, кто строил Рим, там появились Цезарь, то есть Царь. Да, это тот, кто… Цезарь, это Царь. Вот, и потом уже много чего оттуда пошло. И, как известно, римляне – это учителя всей европейской цивилизации, а римлян самих учили наши предки, которые многое что там сделали, и построили города по своим принципам и по своим обычаям, дали устройство общества, о чём тоже латиняне писали, а теперь как-то так скрывают активно, может быть, считают, что они крутые. Ну, как-то вот так, да, понятно. Но следующая часть вопроса, почему называется «жемчужное царство», ты уже частично ответил, если что-то дополнить есть, дополняй, если нет, то дальше пойдём. Ну, я уже сказал, что обменной монетой там был жемчуг. И вот этот жемчуг и явился как бы основой для формирования некого такого образа, образа этого древнего царства, которое было закрытым, которое было древним, которое было даже невидимым, потому что простой человек туда проникнуть никак не мог, его встречали, его не пускали просто-напросто, потому что в силу своей нечистости там этому человеку делать было нечего. Вот вспомните, например, сказку о царе Салтане, с кем он пошёл там воевать? С какими-то там полуобезьянами, да, которые нашествовали и которые хотели войти в это царство, они всегда стремились на север, в эту оплот чистоты, оплот нетронутости, нетронусть пяти чем? Вот этой катастрофой, вот этой мутацией, в конце концов. И сегодня все люди — это результат вот этого генетического просветления. Ну, может быть, все, не все полностью, но большинство людей, они попали под это генетическое влияние тех афений, тех ариев, тех кущеев, которые прошли по этой земле и в сторону Японии, и в сторону Дальнего Востока. Вот, допустим, откуда у меня такое убеждение, что они были, скажем, на Амуре? Да очень просто. Вот, опять же, исходя из традиции, которую описывают арестов, все реки, они имели название Ра, вернее, оканчивались на слог Ра. Ну и посмотрим. Печора, Самара, Вишера, Ижора. То есть таких рек очень много на Руси, в том числе и за пределами. Точно так же эти реки оканчивались на слог Га. Волга, Малога, Индога и так далее. И так же и Конга, Меконга. А на Амуре что получается? Усу — Ра, Сильга — Ра, да? Хунга — Ра. В то время, в свою очередь, та же Хуанхэ, да, река, последнее окончание — предыхательная Га, потому что Хэ по-китайски — это река. Хуангра, да, скажем так, вот так она могла называться. И если каждый возьмет и исследует эту тему, рек, то он увидит, что вот эта афенская традиция, а это была именно афенская традиция, называть реки таким образом. То есть это была некая классификация, классификация, систематизация по принципу энергонаполненности той или иной реки. Вот скажем, я живу рядом с Кимрами, да, а древнее название Кимр — это Ким-Ра. Почему Ким-Ра? Ее переименовали в Кимр, думая, что вот был народ какой-то Кимеры, да, и вот они здесь ходили на лошадях и куда-то ушли. На самом деле в Волгу впадает река Кимерка, да, а Кимерка — это уменьшительно-ласкательное слово Ким-Ра. То есть река в древности называлась, пусть небольшая, хотя раньше она, наверное, была большой, Ким-Ра. Или, например, Тверь, да, откуда слово Тверь. Как угодно можно думать, сколько вариантов. У меня все гораздо проще. В Волгу в районе Твери впадает речка Тверца, опять же уменьшительно-ласкательная. Допускаем, что она называлась Тве-Ра. Вот окончание Ра нам показывает, что у всех этих названий имеется один источник. А мы знаем, что вся этимология Земли, особенно речная этимология, она одна из самых древних. И вот путешествуя по Земле, можно увидеть вот эти вот следы афеней, которые проходили по этой Земле и называли реки. Не потому, что им так хотелось, а потому, что они выходили на некий такой ментальный уровень этой реки, скажем, понимая, что это стихия. Они входили в стихиаль реки и, видя ее энергию, извлекали отсюда слово. А словом было название, которое они давали тому или иному объекту. В конечном счете, река, как бы, это главная ипостась, потому что это источник всего живого на Земле – вода. Вот так вот. Скажи, пожалуйста, а ты слышал когда-нибудь вообще говор афеней современных, которые сохранились? Есть несколько… Вообще об этом хорошо пишет сам Аристов, есть кое-что у… Я понимаю про писателя, я имею в виду, ты общался когда-нибудь, вживую разговаривал или хотя бы рядом стоял, когда говорят афене? Нет, не общался. Ну, афенский язык, как таковой, это жаргон. Он сохранился уже на фоне того, что афене попали в Апалу, грубо говоря. В Апалу сначала они попали во времена предков Петра I, то есть тишайшего, так называемого, царя. Потом они в Апалу попали после смерти Ивана Грозного. И постепенно их язык, естественно, трансформировался и стал таким закрытым языком. И у афенского языка, на самом деле, очень много разных подвидов. Я не могу об этом говорить, потому что я не специалист афенского языка. Только то, что говорит Аистов. Я к чему это спросил? У меня был разговор с одним человеком, он часто ездит везде по разным местам, и вот он говорит, как-то стоял на установке где-то там севернее Москвы, вот в те районы, в сторону Ярославля туда, и вдруг-то слышал какой-то разговор такой непонятный. Поворачиваешься, стоят два мужчины и разговаривают. Он говорит, так, разговаривает спокойно, но ничего не понятно. Вроде русский язык, а непонятно ничего. Я подхожу и спрашиваю, а вы часом не афене? Он говорит, да, мы афене. Ой, как здорово. Ну, и стал к ним проситься, чтобы… Я говорю, я изучаю языки, вот я этим всем интересуюсь. Вот. А потом был такой случай, когда… Он рассказывает, а ещё у меня был случай такой, когда я услышал разговор Тпоморов на Поморской Говоре. Вот у меня было ощущение такое, что я слышу что-то похожее на афене. Тоже ничего не понятно. Вот. Видно, что немножко другой диалект, но видно, что русские люди. Вот, говорит, у меня просто волосы дыбом встали, что язык афене и Говоре-поморов, они имеют очень много схожего, но в то же время очень много различного. Но при этом это русские люди. Так что вот так интересно такое наблюдение. Ладно, я надеюсь, что Виталий понял ответ. И здесь ещё, правда, есть неуточнение. Утраченная цивилизация. Почему именно утраченная? Что там всё так уже совсем плохо, всё так утрачено? Ну, вообще всё уходит и всё приходит. И я думаю, что когда-то все эти утраченные вершины, которыми обладали наши предки, они вернутся. Но вернутся при определённых обстоятельствах. Утратой на самом деле является сам человек. Именно вот если каждый посмотрит на себя, внутрь себя, он увидит, насколько он сегодня нецелостен, насколько он сегодня нечист. И здесь, конечно, вот этот основной закон Афении, вот эта генетическая чистота, целомудрие, в первую очередь, они являются вот этой основой и восхождения, и в то же время деградации. То есть если мы не будем соблюдать, а последнее время никто не соблюдает этого закона, то есть добрачные вот эти половые связи, они как раз и являются основным камнем преткновения для того, чтобы человек продвигался, просветлялся. А сегодня это наиболее актуально. И несоблюдение этих законов приводит вот этой утрате, к деградации, которую мы видим сегодня повсеместно, по всей Земле. Потому что человек, в первую очередь, внутри себя теряет целостность, теряет как бы самоидентичность. Душа его становится замаранной, в ней присутствует не одна сущность, а несколько сущностей, много гадий присутствует. Кстати, слово «гадь», оно вот на афенском языке обозначало ту сущность, которая проникала в женщину, а оно также и в мужчину проникает, безусловно, вот в первой половой связи. А потом оно как бы развивается. И слава Богу, скажем, если люди будут как бы совместимы по ауре, совместимы по характеру, и тогда ребёнок, который родится, он будет обладать какими-то хорошими качествами. И мы очень часто видим, я вот как учитель, 20 лет работал в школе, я вижу, как вот в ребёнке может проявляться вот это качество чистоты, целостности, когда я понимаю, что родители действительно были целомудренными, встретились впервые, родили очень замечательных людей, и в то же время были очень близки и по душе, и по характеру, и по целям, и по задачам. И бывает наоборот, когда родители совершенно не подходят друг к другу, и ребёнок непонятно что. Я уж не говорю о тех женщинах и мужчинах, которые выросли в общежитиях, в том числе медицинских, медучилищ там, или педагогических. То есть, ну, само по себе, это, конечно, ужасно, вот всё это видеть. Вот, вот, могу рассказать пример из личной жизни, правда, из личной практики. Когда я повязал свою собаку, шотландскую овчарку, с кавказской овчаркой, и щенки у моей собаки родились, такие наполовину кавказские, наполовину шотландские, очень хорошие, красивые, мне понравились. Вот, одного щенка отдал хозяину, он кому-то его продал. И вот, когда к хозяину кавказского вот этого кобеля приехали люди из Чехословакии, с какой-то очень породистой кавказской овчаркой, вот, был казус. Она принесла вместе с кавказскими овчарками ещё и двух шотландских щенят. Представляете? То есть, законы Рита здесь соблюдаются полностью. Проявляются полностью. Да, ну, соблюдаются, проявляются, да. Это относится и к мужчинам. И если каждый из нас возьмёт на себя как бы качество признать за собой вот эти грехи, нужно, конечно, идти в церковь, замаливать эти грехи. Я не знаю, как это работает, но говорят, это работает. На самом деле, это и является камнем преткновения для духовности, и это является причиной деградации, разрушения целостности как самого человека, так и семьи, так и народа в целом. Ну, собаки не умеют ходить в церковь, замаливать что-то, да? А с другой стороны, вот сейчас ты говоришь такие вещи, которые противоречат вбиваемой в нас мультикультурной толерантности, что как можно чаще и по со всеми, как там это в фильме «Цирк», помнишь, там, да, детишек рожать и разных, побольше, хоть там к чёрненьких, хоть к жёлтеньких, хоть там в пятнышки и так далее. Так что вот уже мультикультурность в все времена стала активно появляться. И за это, сейчас я закончу, и за это сейчас начинаются реальные судебные преследования, не где-то там в Европе, а уже в России, если вдруг человек высказывает такую точку зрения, что я хочу, чтобы мой рот был в чистоте, и к нему могут прийти и сказать, это ты что же хочешь сказать, что твой рот выше других? Ты что, шовинист какой-то? Ты что же, нацист какой-то? Почему это так ты заявляешь? А ну-ка давай-ка вот выбирай ту девушку, которую мы тебе покажем, и вот с ней давай плодись, а лучше вот с разными, чтобы было побольше и так далее. Это серьёзно? Сейчас такая тенденция идёт. Судебные дела уже потихоньку в эту сторону открываются. Так что ты смотри, ты так заявляешь, и могут тебя спросить, а что это такое там говорил на передаче? Да, слово не народей. На самом деле, вот как бы предтеча всех этих вот происходящих процессов, она для меня более-менее понятна с точки зрения творчества одного из самых удивительных, на мой взгляд, писателей, Артура Беляева, и его работы «Основы диктатуры», где он очень хорошо как бы вырисовывает время апокалипсиса, так называемого. И вот этот апокалипсис и то, что происходит сегодня, это и есть апокалипсис, когда общество как бы приходит к своей нижней точке деградации. Может быть, отсюда будет какой-то всплеск, и родится там 101-ая обезьяна, или 101-ая дрозофила, которая будет, и всё прекрасно, и всё хорошо. Я этого не знаю, но на самом деле что-то страшное во всём этом проявляется. Ладно, идём дальше. Вопросов много. Вопрос эфир от Владимира Змотича. Слушая о затерянных в древности народах, невольно задумываешься и осознаёшь чудесную уникальность своей родовой линии. Однако складывается ощущение, что за ослепляющим чудом родовой линии скрывается иная, большая сила. Как думаешь, что это за сила или поток? Я думаю, что все мы как раз как потомки Афений, как потомки Альвов обладаем качеством, которое позволяет нам может быть в подсознании, может быть ещё в каком-то другом состоянии соприкасаться вот с этой Альвой. А Альва — это поток света. То есть свет — это первичное состояние материи, как и звук. И вот этот свет, который воплощается в растениях с помощью воды, в животных с помощью воды и земли, он имеет какое-то своё состояние, физическое состояние. Словами его не описать, его можно только почувствовать. Но почувствовать, обычный человек может почувствовать только в состоянии подсознания, а просветлённый человек — это в состоянии того же созерцания или в состоянии творчества, просветления и так далее. На самом деле, я преклоняюсь перед такими людьми, которые этот поток чувствуют. Иногда и у меня что-то подобное возникает, но я быстрее выхожу как бы путём разумных размышлений, скажем так, путём логики. Вот мне это ближе доступно, легче. Вопрос эфира от Солнца. Дмитрий Здравия. Расскажи языки Афении. Почему и зачем они так говорили? Благодарю. Афеням в какой-то момент приходилось шифроваться. Поскольку они были в опале, они вынуждены были искажать свой язык. Это первая причина. Вторая причина в том, что в основе любого языка лежит чарамуть. И имя, о котором я забыл, Платон Лукашевич, который эту чарамуть как бы обнаружил во всех языках, без исключения. Лично он знал 60 с лишним языков, его считали сумасшедшим. Он как раз и пришёл к выводу, что в основе любого языка лежит замутнённость. И вот эту замутнённость в одних случаях создавали умышленно чародеи, то есть деятели, чары. Чара – это слово, да? Которые вносили вот в эти дикие племена некую культуру, а естественно её они вносили с помощью и предметного мира, и духовного мира, а он вносился с помощью слов. Но для того, чтобы вот эти дикие племена сразу же не получили мощный вид оружия и не направили его против тех самых чародеев, они несколько замутняли эти слова, то есть подавали их в виде чарамути. И благодаря этому язык стал непонятным. А поскольку история – это всё-таки слоёный пирог, то со временем вот эти слоя перепутывались, и естественно слова становились всё более и более непонятными. Но, как ни странно, русский язык, обладая вот этой единой корневой основой, он позволяет ещё с помощью образов, с помощью образного мышления, а я думаю, что у славян, у русских, это образное мышление пока ещё не деградировало, всё-таки выходить на первичную основу и раскрывать суд слов. А мы знаем, что та же всесветная грамота, она говорит о том, что у каждой буквы есть 49 образов, и вот эти образы, если ты выходишь на них, позволяют тебе как раз выходить на уровень вот этой светоносности, силы самого слова и понимать её в божественную суть. Наверное, всё-таки афенский язык, он до поры до времени остаётся вот таким нераспознаваемым именно для того, чтобы мы, как дикие африканские племена, получив наследство автомат Калашникова, не воспользовались им, поскольку мы даже не знаем, какой вред он может нанести и нам, и остальным людям. То есть слово, на самом деле, может нести, как оружие страшную силу. Вопрос эфир от Олега из Иркутска. Здравия, Дмитрий, поясни, будь добр, сибиряку из Иркутска, кто такие альвы и как они отличаются, и как они отличаются сяофеней. Ну, тут так написано, как написано, читаю. И могли ли эти разные народы создавать между собой семейные союзы? И если могли, то что из этого получалось? Благодарю. Да, альвы как народ, они имели вот эту периферийную, периферийное окружение вокруг себя, и постепенно некие очипенцы, может быть, или пасынки, или специально там шпионы, или кто-то еще со стороны Афени оказывались вот в этой среде. Вот, кстати, кино «Властелин колец», где эльфы как раз фигурируют среди людей, среди гномов, это на самом деле не выдумка автора, а его интерпретация древних легенд. Альвы и эльфы это, по сути дела, один такой мифологический герой, один фигурант. Это люди, вернее, это неземные люди. Надо понимать, что это люди, пришедшие на Землю, а они соприкасались с земными людьми. И, конечно же, те земные люди, о которых я сейчас говорю, это тоже, может быть, результат более раннего какого-то процесса появления тех же альвов на Земле. но они уже там, растворяясь в этой земной атмосфере, в земной флоре, они уже обладали какой-то своей генетической идентификацией, самоидентификацией. И вот они вступали в связь, в том числе и физическую связь, и образовывали некие рода. Кстати, вот у Афении те люди, которые изгонялись из афенского рода в силу совершенных преступлений, а в первую очередь небрачной половой связи, они назывались лешими, то есть лишенными права жить вот в этом селище или гордаре, или в роде. И людей, которые рождались, детей, называли гавшин. Гавшин буквально переводится как собачий сын. Интересно еще то, что у альвов упоминаются некие цверги. Цверги – это черные альвы. То есть как раз черные альвы – это результат половой связи и брачной связи между белым альвом и каким-то там представителем земли. И вот рождался черный альв или цверг. И этот цверг тоже обладал нехилыми качествами какого-то волшебного мастерства. Он обладал многими вещами, которыми обычный человек не обладал. Но тем не менее его назвали уже черный альв. И вот эти черные альвы, как мне кажется и как говорит Логинов, как раз и образовали постепенно вот это противостоящее цивилизацию Атлантиду. Что интересно, слово цверг очень четко налагается калькой, буквально калька на русское «изверг». А «изверг» это искаженное слово «изверга». Изверга это тот, кто был извергнут из афенского племени. То есть это человек извергнутый, лишенный права жить среди афеней. И вот я здесь вижу определенную связь между альвами и афенями, теми людьми, которые уже населяли непосредственно Волжскую равнину, Огский район и так далее. Конечно же альвы не смогли как бы долго жить на земле, они покинули ее после катастрофы, неоднократно они вступали в войну с людьми, но всякий раз проигрывали ее, но не в силу своей слабости, а в силу того, что у них были совершенно другие законы, по которым они жили, воевали, они совершенно не соответствовали их правилам, их нормам, поэтому люди вытеснили их, в то же время они восприняли часть их традиции. Скажем, афене это матриархальное общество. У афене человек вступал в брак только в 49 лет, в то время как вернее у альвов, а у афене в 49 лет человек получал последнее и настоящее имя, а перед этим он каждый цикл семилетний получал предварительное имя, и трансформируясь во времени, он всякий раз изменял его. Кстати, изменение имени традиция до сих пор существует в той же Японии. Ну и я уже сказал, что традиция альвов, традиция вот этих северных народов, она как бы сохранилась во многих названиях, в том числе и в Северной Африке, в тех же ливийцах, вот слово и фантина, например, та же альф в языке иудейском, или альфа греческая, это все как раз наследие вот этого альвийского, альвийского, наследие. Хорошо, идем дальше, вопрос эфира от Михаила из Москвы. Совсем недавно, разгадывая кроссворд, одним из вопросов был назвать первую столицу Японии, и ответ впоследствии был город Нара, что мне показалось очень интересно и созвучно с названием реки Нара в Московской области, левым притоком Аки и станции Нара Московской железной дороги киевского направления. Первое, почему перенесли древнюю столицу Японии в другой город? Второе, кто жил на этой территории в то время? И третье, на какой слог, на ваш взгляд, изначально делалось ударение в данном названии? Благодарю. Ну, у японцев очень много традиций, которые присущи и многим другим народам, скажем, традиция кастовости, те же самые самураи, они унаследовали все традиции кшатриев. Поэтому здесь вот эта связь очевидна. В свою очередь, я тоже вижу, что слово Нара очень четко подходит и к славянскому имени Нара. Но, как бы, не берусь судить, что тут Нара обозначает, что тут Ра-нура определенно солнечная. вот, но, допустим, для меня очевидно, что вот их богиня Аматераса это мать Руса. Вот эта мать Руса является как бы первой в пантеоне богов, от которых происходит царственная династия Японии. Они определенно выводят ее именно вот от этих богов и мать Аматерасу считают своим первопредком. Вот, для меня же вот это мать Руса, то есть это Макош, которая оказалась ну не в самой Японии, а просто народы, которые обладали вот этими традициями, они в какое-то время пришли в Японию. И там, возможно, какой-то синтез произошел на основе местного абориденного населения и вот этих пришлых называемых ариями. А та же свастика, она, оказывается, является основной в культуре японского народа, то есть повсеместной даже. Почему столицу перенесли? ей-богу, я этой темой специально не занимался, но, скажем, у японцев есть так называемый столбовой обряд, когда мужчину и женщину, то есть врачующуюся пару, водят вокруг столба. И эта традиция очень древняя, она точно так же и славянская является, и точно так же индийская является, здесь очень много близкого. Вообще копнуть там получается, если только не внешность, то очень много близкого. Ну, взять хотя бы их символ красное солнце, да, это на самом деле солнцепоклонники, это как солнцепоклонство, это и есть афенская традиция, одна из основных афенских традиций поклонения солнцу. А если мы возьмем например имя Японии, да, Джапан, то есть мы видим корень пан. Это настолько очевидно для меня, что здесь паны, как говорится, побывали и оставили после себя вот это наследие в виде названия. Для меня это очень даже знаково. Может быть кому-то это будет не очень доказательно, но мне этого достаточно. Если посмотреть много других названий городов, государств, то здесь просто подавляющее огромное количество государств. Банговор, например, или Бангладеш, или Пантикопея какая-нибудь. Много названий с корнем пан. Хорошо. Ты немножечко не уточнил, кто жил на этой территории в те времена, то есть в Японии. Все-таки это японцы пришли туда народ, и там кто-то другой жил, или туда пришли Афене, и они научили японцев чему-то? Вполне возможно, что туда пришли уже японцы, но они себя отождествляли как культуру Афене, потому что в основе их царства, в основе их народа лежало вот это триединство сословий, сословия жрецов, сословия воинов самураев и сословия тружеников. Но постепенно это родовое гнездо стало тяготеть в сторону, скажем, местных аборигенов, поскольку не хватало, скажем, строительного материала, не хватало брачных пар, не хватало женщин, их постепенно брали из местного населения, и таким образом сформировался внешний генотип, там узкоглазых, невысоких и так далее, но это уже образ. Вот, на самом деле в основе все-таки лежит вот эта афинская традиция и когда-то они были светлыми, не случайно в любом абсолютно народе рождение светлых людей с белыми волосами являлся подарком богов, в том числе и у японцев, и у китайцев, и голубоглазость в том числе приветствовалась, вот, так что здесь здесь очень, на мой взгляд, понятно. Крамольные вещи, однако, говорите, крамольные. Говорите, вы не говорите. Ну ладно, идем дальше. Реплика эфира Владимира Замутища. Пройдет лет 500 и потомки будут думать, что ЦСК это великий метатель меча, так и Кецелькватль это группа лиц, но об этом никому не рассказывайте. Вот такие у нас реплики, силы. Дальше. Вопрос эфир от Олега из Иркутска. Известно, что слово град это город, но некоторые исследователи славянисты, утверждают, что град это ограда и отсюда Гайдарика не страна городов, а страна Оград, то есть таким образом назывались Змеевы Валы, оборонительные сооружения древних славян, часть которых осталась и по сей день. Какие твои мысли, Дмитрий, по этому поводу? Благодарю. Нормальный вопрос. Надо идти немножко глубже, дальше, а не всякий, в силу окружения литературы он может дальше уйти. Вот мне повезло, я прочитал у Арестова, что Гардар это некое святилище, дословно дар огня, то есть то место, где находился целый комплекс, с помощью которого люди совершали там ритуалы всевозможные, совершали переход из одного состояния в другое, в общем, совершали некое просветление. И вот эти Гардары, конечно же, должны были охраняться, они должны были содержать в себе некие стены, преграды, и, скажем, у того же Арестова в Гардаре внутри вот этот главный комплекс окружался тремя кольцами, а в середине находился некий палец, то есть столб. Палец или пальц, он же столб, он же столбен, обладал качеством антенны и воспринимал энергию, вот эту сею, которая спускалась и концентрировалась вокруг этого столба, а потом рассеивалась, и люди относительно того, на каком уровне они находились, в первом кольце, во втором, в третьем, они, кстати, не могли, люди третьего кольца войти во второе кольцо, вот именно энергия не позволяла им это сделать, но, тем не менее, они приобщались вот к этой энергии, и потом, естественно, эту энергию рассылали или же рассеивали в свое окружение, то есть, это, как бы, процесс просветления, и Гартар, первичным в своем понимании, это вот этот дар огня, это святилище, и они располагались в устьях рек, там, где наблюдается стрелка, скажем, одна река впадает в другую, например, где Малога впадает в Волгу, или где Уссури впадает в Амур, вот там, вот на стрелке, сейчас находится Хабаровск, и мог ли Хабаровск, такой замечательный, грандиозный город, один из самых красивых городов Дальнего Востока, находиться случайно в этом месте, да, конечно же, нет, тот, кто был в Хабаровске, зайдет на утес и сразу почувствует эту силу, а сила, как раз, на физическом плане, она и образуется, когда две реки, две энергии, два потока совмещаются, соединяются между собой, и образует некий белый столб, и вот эти белые столбы, они повсеместно, по всей земле находятся вот в районе вот этих стрелок, ну, а, конечно же, столб, столбу, рознь, кстати, название белый столб, оно тоже взято из словаря Арестова, а на юге Москвы название белой столбы до сих пор сохранилось, оно есть, и там, кстати, вот в архитектуре, особенно в домовой архитектуре, культ Треглава, культ Кащея, он очень очевиден, любому, ну, человек, который в теме, вот, ну, а постепенно слово Гордар, как бы, изменилось, с помощью Чарамути, оно превратилось в слово Город, а там уже, в силу разных всевозможных интерпретаций, благодаря тому, что каждое славянское племя обладало неким сепаратизмом, жило замкнуто, ну, возьмите хотя бы времена княги Невольги, которая сжигала вот этих вот древлян, да, вот, мы видим, что в каждой славянской среде и со стороны разных светов и тех же викингов Гордарика всегда воспринималась неким таким особым местом и целостно, как земля, и Гордары, как сами города, то есть, Россия, страна Гордарика, страна городов, то есть, страна Гордаров. Ох, не верю этим всяким упоминаниям насчёт того, кто там кого сжигал, которые написаны… Ну, это уже другой вопрос. Да, ну, как-то вот, ну, не верю этому всему, просто не верю. Ладно, идём дальше. Вопрос в эфир от Валентины. Здравия, Дмитрий. По некоторым летописям, происхождение русов и славян идёт от рода Богу-мира, сына Дождьбога, который привёл в третьем тысячелетии до Новой Эры на юге Алтая до Междуречья Артыша, Аби-Енисея на севере. Именно его дети славян и рус стали основателями родов славян и русов. Что вы скажете по этому поводу? Ну, почему бы и нет? Только это, опять же, вот исходя из понимания того, что история – это слоёный пирог, это произошло в одном из слоёв. А до этого, это же не значит, что до этого там была абсолютно дикая земля. Там тоже жили люди, и тоже обладали какой-то культурой. Вот, скажем, сегодня все знают, что в находке стоят две пирамиды. Одна естественного происхождения, это брат, и другая искусственного происхождения, это сестра, которую срыли наполовину. Эти пирамиды построили десять тысяч лет назад. В то же время на Дальнем Востоке очень много таких мегалитических комплексов, природу происхождения которых мало кто может сказать. Но у меня есть по этому поводу некая информация. Например, вот у села Нижняя Тамбовка, что между Хабаровском и Комсомольском, есть такое место, которое называется Вальдю. Это такая скала огромная. Вот. И, как выясняется, там целый мегалитический комплекс со своей стеной, со своими постройками. Они очень так непросто вычитываются среди вот этой затерянной тайги, но очень прекрасно видны, если внимательно приглядеться. Там есть даже направленный ракетный удар ядерный, который разрушил эту кладку и вывалил из нее такие огромные большие несколькометровые блоки. И вот слово Вальдю обозначает на ананайском языке владыка. А когда мы знаем, что на Волге сидел Валдай, Ваал, Ваал, да, и владел этой Волгой, то можно спокойно провести параллель между Вальдю, дальневосточным, и вот этим Ваалом. Кстати, здесь же можно сказать, почему место, где Соловецкий монастырь, остров, называется Валаам. Ваал это тот самый Вал, который сидел на Волге, царствовал у Афении, у народа пани. А слово Ам у Афении называет смерть. То есть Ам это вообще вот допустим, когда маленького ребенка мы воспитываем, мы ему все Ам тебя, Ам тебя, то есть как бы съем тебя. Вот. А образно оно обозначает смерть, и оно на самом деле у Афении не произносилось. оно было табуизированным, таким закрытым. Вот. И вот допустим посмотрим слово Амазонки, да, как его расшифровать. А вот если мы знаем, что слово Ам обозначает смерть, то второе слово, корень Зонки, да, это Жонки, то есть смерть жены, смерть женщины, то есть это амужавшая женщина. все очень просто. Вот если мы знаем корень Ам. И вот что говорить о вот этих родах, которые, возвращаясь к этой теме, которые приходили того же богу мира, это всего лишь как бы одно из проявлений, культурных проявлений народа, Афении, которые пришли там из Сибири или в Сибирь. То есть все это происходило постоянно, но в разные периоды времени. И на самом деле это одна из самых сложных задач, которая является камнем преткновения и причиной споров и даже драк между учеными и между разными историческими концепциями и школами. То есть не надо поддаваться на эти вещи, а просто как очередную бусину нанизывать на свое собственное ожерелье. И тогда у человека появляется свое собственное знание. А это на самом деле очень сложно. К этому приходишь не сразу. Сначала начинаешь болеть, тебя давлеет в ту или иную сторону. Сначала ты что-то любишь, потом ненавидишь и так далее. Понятно. Идем дальше. Так, с вопросом Валентина разобрались. Следующий вопрос от Владимира из Матич. Дмитрий, у каких древних народов было стабильное генетическое ядро? И у каких народов как такового не было? Ну вот до этой катастрофы по-видимому вот это генетическое ядро было у всех народов. Но опять же с большой долей вероятностью можно сказать, что а почему у всех? Может быть кто-то и не обладал этим ядром. Поскольку все-таки конфронтация между Гипербореей и Атлантидой была и все об этом знают и все об этом пишут сегодня вот женщин всегда воровали значит а воровали неспроста а именно для того чтобы просветить свой род просветить свое ядро всегда стремились вступить женщины в половую связь с царем дабы завладеть его вот эти сея так называемой и родить на свет наследника того же царя то есть вот это вот качели так называемые генетические они происходили всегда между разными народами и сказать кто единственный обладал вот этой первичной генетической чистотой ну я думаю что только альвы могли ей обладать но уходя вот в эти темные народы образуя эту периферию в конце концов сформировав народ пасынок афеней вот они уже не были настолько чисты но тем не менее в сравнении с другими дикими народами наверное они были чисты опять же эта чистота она проявляется именно в качественности а качественность проявляется в тех возможностях которые открывались перед человеком как проявлением творца то есть вот это восхождение которое начинается с просветления с преображения в конце концов и заканчивается тем что человек выходит на какой-то космический путь озарения и так далее оно было присуще вот этим альвам но уже было не присуще афеням но тем не менее пройдя 14 поколений вот этого генетического просветления человек уже мог входить в так называемую зону креста а зона креста вот во всех традициях она как раз и является вот этой альвой вот этим потоком белого света или же да хоть назови торсионным полем там космическим где человек уже получал безграничные возможности и мог даже сам творить собственные миры но опять же это все очень условно это все это пафосно но я думаю что на сегодняшний момент может быть в каком-то горном ущелье или в далекой сибирской деревне живет особая семья там которая обладает вот этими древними качествами но это все очень и очень условно но у каждого из нас как человека если мы задаемся вот этой идеей просветления у каждого из нас есть возможность и есть шанс даже в этой жизни соприкоснуться вот с этим первичным светом и наполнить себя и наполнить своих детей наполнить свое пространство которое нас окружает вот этим светом вот в этом задача на самом деле и с ней как раз вот с этой задачей русы и продвигались по вот этой стыне по этим выжженным землям вот обратите внимание что вся периферия да вся периферия вот весь этот пояс экваториальный начиная от Сахары кончая там Гоби и пустыни Наска он весь был в свое время выжжен каким-то неизвестным оружием можно говорить что это было ядерные удары можно было можно говорить что это был как раз солнечный бальзам который вышел из хранилищ но тем не менее северные районы оказались нетронутыми и вот на них как раз и жили те народы которые потом называли славянскими которые в свое время и обладали вот этой первичной чистотой красотой и так далее давай давай еще одну отбивочку запущу час прошел и потом продолжим отвечать на вопросы наших радиослушателей вы слушаете народное славянское радио продолжаем продолжаем разговор продолжаем тему и рассказывает он уже в предыдущей и в этой части отталкиваясь от вопросов наших радиослушателей вопросы напоминаю принимаются в чате народного славянского радио попасть в этот чат достаточно просто набираете в любом поискобяке народное славянское радио попадаете на сайт slavmir.org дальше ищите слово чат нажимаете на него если еще не зарегистрированный логин и пароль с емейлом простеньким себе придумываете регистрируйтесь это нужно один раз сделать пока старый чат работает новый пока не запущен и после этого в следующий раз вы просто логин и пароль вводите уже там никакой регистрации не нужно и когда попадаете в чат уже можете задавать вопросы в живой эфир можете общаться с друзьями коих здесь огромное количество и темы обсуждаются не только во время эфира интересные но и вне эфиров так что есть чем заняться есть чем поделиться свободное время итак Дмитрий готов дальше продолжать да вопрос эфир от Олега из Иркутска поступил раньше на Руси как раньше на Руси назывались деньги так как слово деньги произошло от тюркского таньга вот например варианты названий русских денег пенязи украинская пенязь то есть полушка рубли а как еще Дмитрий благодарю ну вообще очень уместно было сказать что слово пенязь это монета мы здесь очевидно вот здесь очевидно корень пан пень пин и так далее то есть понимая что все это как бы беглость то вот афенский корень как я его называю он здесь очень хорошо просреживается вот допустим пеня это тоже вот название из финансовой практики когда кто-то задолжал он платит или английская пенс тоже корень пен мы видим да вот или же допустим в Японии да вот кобан это монета вот корень бан тоже для меня он как бы афенский или же обан это тоже японская монета времен такугавы такой большой золотой слиток вот то есть допустим слово банка да это не просто банка стеклянная а банка это лавка менялы вот и банк тоже место где хранятся деньги это тоже финансовое такое название которое говорит о деньгах вот на самом деле деньги по-разному могут называться но для меня очень показательно то что многие названия как раз проистекают из вот этой афенской культуры хорошо смотрим дальше какие вопросы сейчас поступили от Юлии вопрос пришел здравствуйте Дмитрий если была единой цивилизации по всему миру то имена богов в силу расхождения по континентам разнились ввиду произношения проведите пожалуйста параллель между богами Греции Индии и Египта с нашими богами спасибо ну хорошо вот один из ярких образов это Афина Паллада да вот мы знаем что Афина Паллада ее кстати еще называли змея поскольку одним из атрибутов в руках она держала змей то есть змей поклонства которое было присуще афинскому царству оно и было присуще самой Афине Палладе и вот Афина Паллада например обладает музыкальным инструментом я не помню орган или свирель вот в свою очередь в Китае например богиня жена патриарха китайской цивилизации Фуси ее называют Нюйва она тоже змеиная то есть она как и сам Фуси имеет змеиные атрибуты хвост змеиный вот и она тоже владеет музыкальным органом точно так же музыкальным инструментом владела и колтаж Эква в Сибири у финно-угорских народов но мы видим что финно-угорские народы они точно так же являются правоприемниками аферской культуры как и славяне в том числе вот и вот музыкальные инструменты они как бы атрибуты а что такое музыкальный инструмент это же вибрация с помощью звука с помощью дудки самогутки на людей можно было производить влияние некое то есть просветлять или даже наоборот сегодня на дискотеках что с помощью музыки можно делать и разрушать можно то есть музыка как вибрация она нужно воспринимать очень серьезно и вот допустим мы видим уже параллель между афиной палладой и той же нюйва вот в то же время допустим вот колтаж эква и нугиторм это ее супруг они одновременно были и братом и сестрой и мужем и женой точно так же мужем и женой и братом и сестрой был и фуси и нюйва китайские я не помню в Африке точно так же есть брат и сестра муж и жена одновременно и в Египте тоже и Сида и Осирис тоже являются и братом и сестрой то есть вот это вот потомственный брак царственный брак он мог происходить у Афении только на 14 поколении когда уже как бы завершалась полностью стадия просветления и уже люди могли не только вступать в брак но и благодаря этому как бы взаимодействие между собой входить в некие особые состояния и вступать в взаимосвязь со стихиями но об этом уже как говорится особая история вот но точно так же эта связь прослеживается и в культуре Индии с Махадевой то есть у Махадевы те же самые атрибуты женщины-война а мы знаем что Афина Паллада это женщина-война амазонка в конце концов и она в большей степени славянская чем греческая на самом деле вообще на память-то могут прийти ну не сразу приходят может потом прийдут еще герои я к сожалению сейчас не могу тех но они есть понятно понятно идем дальше вопрос эфир от Свен Швеция Дмитрий как вы объясните такой факт скульптуры греческих и римских богов и прочих прочие изделия из мрамора и гранита изготовлены на станках ЗД фрезеры а вручную это не изготовить вы утверждаете что люди деградировали зато надписи на скульптурных нацарапаны посмотрите то есть суть какая высококачественное изделие самих статуй а вот то что под ними написано как будто бы школьник гвоздем нацарапал меня сегодня эта тема очень интересует и волнует вот я уже говорил о той цикличности о которой ну не хотят говорить то есть в истории придумана некая там такая возрастающая лестница по которой движется цивилизация там от рабовладельческого там и к сегодняшнему дню на самом деле вот эта цикличность она вскрывает всевозможные катастрофы о которых почему-то принято умалчивать и по большому счету наша цивилизация это многослойная цивилизация которая воспринимается всяким сознанием по-разному ведь каждое из наших сознаний обременено в силу своей загрязненности разными как бы энергиями а этой энергии это и есть тот мир который нас окружает вот такая вот очень сложная картина мира на сегодняшний день передо мной открывается и вот в ней всплывают вот эти вот архитектурные шедевры и скульптурные шедевры и разрушена архитектура 17-18 века которая говорит о том что буквально недавно цивилизация была просто великолепной но на мой взгляд это говорит о том что всякий раз человечество как бы поднималось из грязи и поднимется и в следующий раз поднимется и электричество уже было и станки с программным управлением тоже были а возможно что это были не станки с программным управлением а некое деяние творческое деяние всемогущих людей и вот это творческое вернее духовное восхождение к творческому как бы озарению и к творческому всемогуществу Оно позволяло людям просто каким-то образом визуализировать или воплощать материально свои некие внутренние идеи, в том числе в виде скульптур. Поэтому так вот однозначно говорить, откуда это взялось там, это на сегодняшний день очень сложно. Это одна из самых сложных для понимания тем, вот это вот возникшая неоткуда цивилизация, в том числе и архитектура, скажем так, Санкт-Петербурга какая-то там полуримская непонятная и так называемый по всему миру колониальный стиль со всеми этими атрибутами Тартарии. То есть все это на самом деле вот эта цикличность, которая не поддается нашему пониманию, поскольку мы воспитаны в определенном шаблоне, в определенных традиционных рамках вот в этой школе. А началась эта школа сравнительно недавно, называемого века просвещения, это 17-18 века. А что было до этого, это все, все это интерпретации, все это байки, все это рассказы вполне возможно. То есть разобраться сегодня во всем этом, на самом деле под силу не каждому, и мне в том числе. Я могу только об этом говорить, и в результате вот таких разговоров, лучше всего диалогов, может быть, и приходишь к какому-то пониманию. А так, конечно, внутри себя только задаешься вопросами, и голова от этого только пухнет. Нет, голова не должна пухнуть, однозначно. А я такую же интересную загогулину, словами товарища Ельцина, видел в Египте в одной из пирамид. Ну, спускаясь, думаю, ну, сейчас древность увижу, сейчас, сейчас, сейчас прям вот увижу там. Ну, спускаясь по лестнице, длинная лестница, все хорошо. Плиты оздоровенные, плиты такие, перекрытия. Вот. И стоит там саркофаг без крышки. Ну, протащить такой здоровый саркофаг, саркофаг в такую маленькую дырочку, по которой мы спускались, явно было невозможно. То есть он был там изготовлен сначала. Изготовлен идеально. Видно, что кто-то по нему долбил молотом, чтобы что-то отколоть. Не получилось расколоть. Ну, и оставили там его, как он есть, немножко с отколотыми местами, выщерблены такими. Но самое интересное, при всей этой идеальности плит, перекрытий, саркофага, на стенке саркофага, по кантику саркофага, читают примерно так же накорябанные, реально просто накорябанные, вот эти вот письмена о некой древности этого саркофага, о каком-то там фараоне, который здесь покоился, которого нашли. Ну, то есть подделка вообще такого примитивного уровня, как это, когда третиклассник ворует в училке журнал, чтобы двойку там исправить на пятёрку, или на тройку, на что-нибудь. Вот из этой же серии. Ладно, идём дальше. Вопрос в эфир из Ютуба от дяди Стёпы. Напоминаю, что у нас идёт живая трансляция не только по радиоканалу, но и на нашем канале в Ютубе. Зайти на него, попасть на него просто. Достаточно на нашем сайте нажать Ютуб-канал, и вы всё сразу увидите. Итак, вопрос такой. Не знаю, вопрос, реплика как? Ну, скорее всего, реплика вопрос. Русские братья, братья-славяне, через пару лет нам в Западной Европе готовятся катаклизмы. Если те, как мы, чувствуем себя ближе к вам, к Руси, вы будете против, если мы приедем переселяться к вам? Ну, что ты скажешь, Дмитрий, на такую реплику вопроса? Да, пожалуй, что ничего не скажу. А я скажу. Приезжайте, если вы на самом деле братья, если вы чувствуете уважение к Руси и чувствуете, что у нас единые корни, приезжайте. Только знайте, что мы не просто ковчег спасения, где нам придётся всем укрыться, всё будет замечательно. На Русь во все времена шли не только с добрыми мыслями, но шли ещё и с мечом, и шли ещё со всякой дрянью, и вбрасывали. Поэтому, если уж вы придёте в наш дом, да, мы приют дадим, но только будьте готовы, что вместе с вами бок о бок нам придётся и от заразы, которая вас вытеснила из Европы защищаться вместе, а может быть и возвращаться в Европу, вспоминая тот великий маршрут 1941-1945 года, освободительный, который происходил не так давно, в прошлом веке, чтобы Европа наконец-то от этой падали и гадости очистилась, от этой толерантщины и прочей мерзости. Идём дальше. Вопрос эфир от Олега из Иркутска. Как ты относишься к информации из Тихого Дона, Шолохова, что первый раскол среди казачества произошёл сотни лет назад, когда казаки с северных районов проживания, не имевшие гучных земель, виноградников и богатых рыбных промыслов, как у собратьев на юге временами, откалывались от Черкасска и чинили самовольные набеги на великоросские земли, служили надёжным оплотом всем бунтарям, начиная от Степана Разина, кончая бунтарём, сикачём. Благодарю. Ну тоже тема такая сложная, поскольку ту историю, которую мы проходили, о которой пишут, она, по большому счёту, интерпретация, это в лучшем случае. А в худшем случае трёх. И поэтому говорить, что одни казаки других грабили, что были какие-нибудь ушкуйники, всё это могло иметь место, но мы не знаем причин. Вот когда выходишь на причину, на первопричину, то вот это следствие становится уже более-менее понятным. А здесь очень сложно говорить, поскольку даже со словом «казак» многие не определились там. И начинается вот это качелье перетягивания. А мы от этих пошли, а мы от этих пошли. Вообще, когда у человека есть определённая цель, когда он понимает то место, которое занимает, он не будет раскачиваться на этой качели, он будет делать своё дело. И те казаки, которые знали своё место, знали свои цели, они, скажем так, показали себя как казаки, как настоящие воины. А все остальные там в силу своих предрасположенных материальных там заискиваний там стали какими-нибудь там плотниками, стали рами там и кем угодно. Но это такая жизнь, она делает людей, она манипулирует, в конце концов, ими. То есть события, которые встречают человека, они являются для него неким таким рубежом, за которым он либо видоизменяется, деградирует, либо наоборот переходит на новый уровень. И на самом деле казак-воин, по большому счёту, это была такая во времени длительная консервация в рамках вот этого социума, в рамках вот этой касты, сословия, которая привела к деградации. И уже на фоне вот этой деградации происходили вот эти вот набеги всевозможные. На самом деле эта тема очень серьёзная, потому что даже сами казаки, если я начну перечислять, что были кайсаки, были там разные черкасы, черкесы, и кто-то скажет, ой, это не одно и то же, ой, там казахи, это тоже не казаки, кто-то другие, пришедшие с Марса, а не с Венеры. Вот это наше просто такое плоскостное понимание, когда мы не видим человека и события во времени. А во времени оно всякий раз меняет свои формы, меняет свою внешность. Вот, допустим, государство хетов, да, хетское государство Савельев, Евграф Савельев, который написал знаменитую книгу «История, древнейшая история казачества», которая вышла в 1917 году и почти сто лет пролежала на полке, говорит, что хеты – это те геты, те гетманы, это те же самые казаки, которые покорили и Египет, и многие другие государства, что кушиты, кушаки, кайсаки, и многие другие народы – это все пасынки вот этого древнего воинства, но в то же время русского воинства, которое всегда, во все времена, являлось кольцом и оплотом вот этой древней русской династии, где бы она ни находилась. Но династии русской, образованной теми русами, которые вышли, вот как мне кажется, из афенской цивилизации. Я не говорю, что эта афенская цивилизация была самой-самой древней. Нет, конечно, но она была той цивилизацией, которая вывела народы после некого катаклизма. А что было до этого, это уже за тайны. Это тайна за семью печатями. Но возвращаясь непосредственно к этим событиям, я, к сожалению, в тонкостях последних событий, которые привели к расколу, я этим как бы не занимался. Понятно. Идём дальше. Вопрос эфир от Дмитрия Владимировича. Здравия, Дмитрий. Если эльфы, альвы, то можно сказать, что чуть гномы, что можешь поведать про чуть белоглазую? А почему бы и нет? Вот это кольцо периферии, оно в какой-то момент уже стало самодостаточным. В конце концов, в течение тысячелетия они всё равно соединялись или вступали в взаимоотношения, и в браке, в том числе, и с потомками альвов, и со славянами. То есть возникали какие-то новые рода, и в том числе и чуть белоглазая, которая является, по-моему, финно-угорским племенем. Да, именно так это и могло быть. Хорошо, смотрим дальше. Вопрос из Ютуба от Егора из Барнаула. Дмитрий, как вы относитесь к ДНК генеалогии? Генетик А.А. Клёсов утверждает, что этнические русские зародились 22 тысячи лет назад на юге Сибири, на Алтае, Байкале, что подтверждается раскопками. То есть Анатолий Алексеевич Клёсов вот как-то у нас в передаче выступал и что-то похожее, припоминаю, говорил. Ну, с Клёсовым я там ни в коей мере не буду спорить, поскольку всё-таки это человек практик, человек уже непосредственно науки. И то, что ему известно о сибирской прародине русов, на самом деле здесь нет ничего противоестественного, поскольку вот этот весь северный периферийный поиск, который окружал Гиперборею, он состоял из одного и того же народа, гологруппы Р1, А1 так называемой. И если более ранние какие-то пробы были обнаружены в Сибири, то это ничего как бы не доказывает, и в то же время оно ничего не портит. Лично оно не портит моей картиной, моего представления. Скажем, вот в Китае, так называемый Таримский бассейн, были обнаружены мумии, мумии европейских людей, белых людей. Это второе или третье тысячелетие до нашей эры, и здесь очень чётко прослеживается параллель с пазырикским кругом так называемых сибирских скифов, той белой расы людей, которую описывал и Грумб Ржимайла, и китайские хроники их описывали. И одна из повозок, колесниц сегодня находится в Эрмитаже, которую обнаружили на Алтае, и алтайская принцесса из долины Укока, Серабат Алькадин, это всё люди, которые являются как бы представителями одной сибирской цивилизации. Но о чём это говорит? О том, что именно в сороковом тысячелетии вот якобы они происходят. На мой взгляд, ничего подобного. Если под Воронежем, в месте, где находился Хастинопур или Костёнки, находятся свидетельства цивилизации ещё более древней, 50 тысяч лет, то о чём это говорит? Что и там тоже существовала древняя цивилизация со своим кущеем или кощеем всемогущим, блистающим, бронзовотелым, непобедимым, вечным и так далее. То есть, когда мы знаем больше, скажем так, какие-то дополнительные источники, то наша картина мира расширяется, и мы не становимся ограниченными каким-то определённым взглядом. И что происходит? Мы становимся всеобъемлющими, мы становимся всевидящими. Но это, конечно же, в перспективе. То есть, на мой взгляд, вот моя главная задача, и я думаю, что каждый человек, который встал на путь некого просветления, озарения там или чего-то ещё, он должен расширять свой круг видения и расширять свою точку зрения. На мой взгляд, здесь всё нормально. И с Клёсовым, и с тем же Варичевым, который в долине реки Сы обнаружил цивилизацию и так называемый комплементарный язык, который присущ и Японии, и арабскому миру, и Африке и так далее. Что такое комплементарный язык? Это когда и белый фон, и чёрные изображения очень чётко соотносятся между собой, причём на правилах золотых сечений. И чёрное становится орнаментом, и белое становится орнаментом внутри чёрного. Возьмите, например, свастику внутри какой-то другой свастики. Таких примеров очень много. И тот же Варичев это прекрасно доказал. Это ещё произошло в 80-х годах. А потом были другие исследования. И Фетилова, который рассказал всем, что такое, скажем, якутский язык, который пришёл из Урала откуда-то там, с Европы. То есть, опять же, мы видим некий слоёный пирог, когда одни цивилизации выходят как-то через другие цивилизации. Но нужно время для того, чтобы осмыслить это и поставить всё в некую хронологию. А может оказаться так, что хронологии-то никакой и нету. И вот это уже особая история, о которой я сейчас говорить просто не буду. Хорошо, хорошо. Так, ну что, с вопросами вроде бы мы разобрались. И можно переходить к подведению итога сегодняшней нашей встречи. У нас по традиции есть такое представление, что выступающий, то есть сказитель, подводит какой-то итог от себя, что-то говорит. И в заключении, перед тем, как проститься с нашими радиослушательными зрителями, желает что-то доброе, вечное, хорошее, вот, пожалуйста, ты можешь как-то подвести итог нашей сегодня встречи, нашему эфиру. Здесь мне хочется сказать, что нас всех в этом мире всегда волнует и интересует некие чудеса. С другой стороны, мы все привязаны к неким событиям. Нас, по большому счёту, интересует личная история. Мы хотим себя, как субъект, привязать к какой-то цивилизации, к какому-то народу. Для чего это всё делается? Это всё, на самом деле, очень оправдано, поскольку наши ментальные, духовные тела, они очень лёгкие, их может унести, их может наполнить, извините меня, неким мусором. И этот мусор будет тянуть вниз в какой-то тяжёлый низменный мир. Или, наоборот, светлые идеи будут тянуть нас вверх. Вот, на мой взгляд, я желаю, чтобы все, кроме вот этого простого в жизни, кроме истории какой-нибудь, они видели ещё одну вещь, которая делает нас добрыми, светлыми. Наверное, так. Благодарю тебя. Благодарю за добрые пожелания. От себя я тоже кое-что дополню. По многим упоминаниям, уже многим, которые я встречал в последнее время, ранее вся Земля, северный экватор, называлась очень просто и коротко «Русь», что означало «светлая». И на самом деле, опять же, некоторые учёные уже в открытую начинают говорить, что были времена, когда у Земли не было того наклона, который сейчас меняет в полушариях зиму с летом. И есть упоминания о том, что на Гипербореи Солнце не уходило на покой, оно светило постоянно. Это говорит о том, что если был какой-то небольшой наклончик, то он такой был незначительный. И всегда за экватором в сторону севера Солнце светило равномерно. Другие были климатические условия. Оно не жарило так сильно, пустынь не было. Люди жили в довольно-то хороших условиях. И опять же упоминание про то, что было множество плодов, съев которые, человек мог несколько дней и больше ничего не есть. Хватало этих плодов женщинам чуть ли не на неделю. Раскопки, опять же, указывают на то, что и в Северной Америке, и по Европе, и в Азии, и в Северной Африке, и в Палестине находится множество таких артефактов, которые смело можно относить к каким-то славянским или протославянским культурам. Да и слово «Русь», как уже говорилось в сегодняшней передаче, означает «светлое». Вот если мы всё это вместе складываем, то получается, что, в общем-то, был тот самый народ, который мог как-то называться, как мы точно сейчас сказать не можем. Вот в данном случае Дмитрий говорит, что это назывались Афении, кто-то может сказать, что это называлось Русью, потому что и так, и так, слово «Русь» присутствует, и это означает «светлое». Может быть, изначально это были Русь, потом Афении, потом опять были русские племена, какими-то тут всё может быть очень сильно закручено. Но факт в том, неважно, мы сейчас не будем приходить к мнению, как это всё называлось, гадать не будем, но факт в том, что был тот народ, который оставил очень много чего интересного, такого, что современные учёные из разных стран мира объяснить не могут, как это было сделано, при помощи каких приборов, при помощи каких инструментов, при помощи каких технологий, при помощи каких расчётов, как это всё было возможно сделать. И суть в том, что, невзирая на многие катастрофы, на многие войны, которые по своим масштабам и силе разрушительной не сравнятся с тем примитивизмом, который был в последних войнах, а уж тем более в тех, которые нам показывают в виде средневековых баталий на мечах и копьях с луками и щитами, несмотря на всё это, высокоразвитому народу, жившему на Руси, на Руси напоминает, всё, что севернее экватор, всё светлое, удалось выжить и удалось передать часть знаний тем народам, которые сейчас населяют всю Землю, потому что знания разошлись по всей нашей Земле. Вот я предлагаю каждому из вас задуматься, «А есть ли у вас наследие той самой Руси исконной, изначальной? Есть ли у вас кровь тех самых пращеров, предков, которые себя гордо называли Русью, то есть светлыми, или расой, то есть чистыми, или ещё как-то? Те, которые дали основу всему, чем мы сейчас пользуемся? И если есть, встает вопрос, а достойны ли вы этого великого наследия? Живёте ли вы по тем конам, которые вам завещали великие предки? Вот с таким пожеланием, с таким вопросом я с вами прощаюсь и напоминаю, что сегодня по одному из современных календарей у нас 14 февраля 2017 года, вторник, а по одному из старинных жреческих 25-й день месяца в Юг и Служи 7525-го лета пятница мы и говорили в сегодняшнем эфире про жемчужное царство, утраченные цивилизации, автор-сказитель Дмитрий Ефремов, за что низкий поклон тебе, Дмитрий. Также я благодарю всех участников чата Народного славянского радио, которые так хорошо сегодня себя проявили, задавая вопросы, обмениваясь репликами. Также благодарю зрителей канала нашего Ютуба, где тоже возникали очень интересные вопросы и реплики. Так держать, друзья мои, вместе мы сила. Давайте друг друга поддерживать, давайте всё-таки развивать наше исконное, наше древнее. И давайте, развивая это, давать другим нашим родичам об этом знать. Распространяйте информацию, не жадничайте. Распространяйте силу знаний, и тогда всё будет меняться так, как нужно свету, а не как хочет того тьма. Желаю вам всего самого доброго. До новых встреч, друзья мои! Народное славянское радио. Всё нужно, всё важно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин